Мы сегодня здесь собрались все по одному поводу, я думаю, да? Я сегодня вам представлю живого врача, нейрохирурга, еще такое у него название интересно, вертебровок. Честно говоря, не понимаю, что это такое. Действующий врач, который успешно работает в одной из очень крупных больниц набережных Челнов, он приехал к нам оттуда. Немножко расскажу, как вдруг я на него попала. На сайте мы обнаружили врача, который знает Мугабест. И вы знаете, что в наших залах Мугабест мы иногда включали в лекции. Кто слышал его лекции? Примите руку. Есть такие люди, да? И вдруг, буквально три дня назад, и я связываю, что народу сегодня очень мало, потому что я узнала буквально три дня назад, а вчера мне целый день не было в городе, не могла даже обзвонить своих знакомых. Три дня назад я узнаю от дилера Башкирии, что к ним приехал этот доктор, и он выступает в их залах, они его пригласили. Потом объясняется, что они и знакомы на этой почве. Я позвонила Эдуарду и говорю ему, ну-ка расскажи, какой его график, где он в каких городах будет, потому что Эдуард это дилер Башкирии. И он мне сказал, что он будет в Сибае в пятницу. И я подумала, Сиба рядом, надо все сделать, чтобы в Сибае человек приехал в Магнитогорск. Ну, то есть, знаете, ничего случайно не бывает, в течение обстоятельств я позвонила, договорилась, и веретейников Святослав Вячеславович, такое вот у него интересное имя, отчество, ну, не отказался, говорит, ну, хорошо, заеду к вам, потому что ему в понедельник уже быть на работе. Я говорю, ну, это выходной, я понимаю, ну, приедьте к нам, пожалуйста, потому что наши люди в залах Мугобыст очень хотят увидеть живого доктора. Не просто какого-то там доктора, которому я заплатила где-то деньги, пришла в нашу городскую больницу, сказала, пожалуйста, придите нам тут, помогите. Нет, я пригласила этого человека, чтобы он помог вам. И чтобы какие-то ваши сомнения развеять. Я понятия не имею, что он будет вам сегодня рассказывать. Я только делаю чистые инструкции, выполняю, которые он мне сказал. Он мне сказал поставить кровать, я поставила. Слава Богу, у меня есть в офисе стоя на кровати. Он мне сказал показать его больницу. Мы сейчас покажем в больнице, там его фотография, и работают врачи, которые там работают. Я передаю трубку. Так, добрый день, господа. Ваша мама волнуется до смерти. Тут наговорила всякие ужасы всякие. Она меня сама боится. То есть я, азвы есть великие и ужасные. То есть, добрый день, поздоровался я с вами. Я давайте сам о себе лучше расскажу. Моя фамилия Веретенникова. Зовут меня Святослав Владиславович. Я врач-нирохирург Закамского регионального центра технологичной медицины федерального подчинения. Врачом-хирургом работаю с далекого 89-го года. Врачом-нирохирургом работаю последние 16 лет своей жизни. Что такое нейрохирург, постараюсь объяснить достаточно просто. Вот большая часть из вас здесь, это люди с заболеванием спины. Такая болезнь называется остеохондроз. Вы почему-то искренне считаете, что остеохондроз это одна болезнь, грыжа диска это другая болезнь, там еще что-то. Я вам просто про ваши спины расскажу. Вот я тот, кто вас, возможно, будет кого-то резать. Большую часть, скорее всего. Извините, я бывший военный, поэтому у меня одна извилина от фуражки всего, поэтому я как бы очень, на очень таком протоплазматическом уровне с вами буду общаться. Вы считаете, что у вас есть болезнь остеохондроза. Есть болезнь грыжи, как-то у вас в голове сумбур. Я вам просто объясню, очень просто. Остеохондроз это никакая не болезнь. Остеохондроз это разрушение вашего позвоночника под действием земного тяготения, движения, работы и фактора времени. Поэтому на этой планете остеохондрозом болеют все миллиардов жителей этой планеты. Это я вас не угарю, я вам просто говорю то, что мы видим каждый день в операционной, и то, что видим каждый день на диагностическом оборудовании. Остеохондроз это называется то состояние, когда начинается только разваливаться позвоночник. Это примерно 25-30 лет. Все остеохондрозы закончатся тем, что позвоночник все-таки развалится. Последняя стадия любого остеохондроза, любого, у каждого из вас, приведет к тому, что у вас лопнут межпозвоночные диски и там образуются грыжи межпозвоночного диска. Я к чему это рассказываю? Господа, понимаете, простые вещи? Если у вас есть остеохондроз, у вас железно будет грыжа диска. Железно. У всех. У кого тоже есть, да? Просто у вас остеохондроз, к сожалению, пошел в свою завершающую стадию. У кого есть грыжи дисков, они у вас, господа, будут увеличиваться. В любом случае. Я вам пока официальную версию озвучу. Увеличиваясь грыжи дисков, начнут давить либо на спинной мозг, либо на корешочки спинного мозга. Поэтому кому не повезет иногда давить на спинной мозг, у него откажут ножки и мочевой пузырь. Человек перестанет ходить и писаться. Кому начнет давить грыжи на корешок, у него начнется жуткая боль, либо в спине, либо в пояснице, либо в ноге. И эта боль не будет сниматься ничем. Даже наркотиками. И вот таких пациентов привезут таким, как мы, и мы будем вас оперировать. Учитывая, что у вас и человек уже никак не откажется. Нет операции, не хотите лекарствовать. Только операции, только хирургическими шерстами. Я к чему сказал так, что возможно вернее, люди, моя профессия, возможно, как бы будущее ваше какое-то возможно. Если у вас есть остеохондроз, железно значит, что у вас грыжи дисков либо есть, либо будут. Если у вас есть грыжи диска, помочь вам может только Господь Бог. Скорее всего, одно из двух, либо вы умрете от старости, либо не успеете умереть от старости, и грыжи диск успеет выпасть. Вот когда она выпадет, первые, с кем вы познакомитесь в своей жизни, это будет нейрохирург. И без операции обойтись будет никак. Но операция, это не будет лечением. Операция, это будет избавлением вас от каких-то жестоких мочек. То есть после операции у вас болит, может быть, перестанет. А ножки, если отказали, это не восстановится уже никогда. То есть мы сделаем так, чтобы исчезла угроза жизни в вашей последующем. Но здоровыми вы после хирургического вмешательства вряд ли станете. Вот это вот суровая, правда, моя работа, которой я занимаюсь. То есть я врач-нейрохирург. Вот я как бы совсем недавно по работе по своей был в Оренбургской области, а там тоже попросили зайти в зал Многобест рассказать немножко про болезни. И попался очень человек такой. Я таких людей уважаю. Все это правильно, в принципе. Он критический, мыслящий человек. Он сказал, я не верю, что ты доктор, ты врешь. Если здесь такие люди, с которыми сомневаются, я попросил открыть официальный сайт больницы, в которой я работаю. То есть вот нейрохирургическое отделение, у кого более-менее с зазрением нормально, нет, 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 пока не знаю. Перечислено то, чем мы занимаемся. То есть это операции при опухолях головном и спинном мозге. То есть мы лечим рак головы, рак спинного мозга. Лечение грыж, хирургическое лечение грыж межпозвоночных дисков. Это вот то, о чем я сейчас рассказывал. Оперативное вмешательство при травматическом поражении головного мозга. Но это вот моя основная сфера работы. То есть основная моя работа это возвращать людей с того света. То есть привозят мне мертвого после аварии, после падения с высоты, после каких-то еще форс-мажорных обстоятельств. То есть огнестрельное ранение головного мозга. Это еще чего-то, еще чего-то. И я должен вот из этого мертвого человека сделать живого. Это моя основная работа вообще. Это удаление кровоизлияний в мозг. Это инсульты, слышали, наверное. Да, они бывают ишемические, геморрагические. Кто-то другой приходится в последнее время нам очень часто оперировать. Какие-то вмешательства с внедрением металлоконструкции на спинном мозге, то есть это корпорация шейного отдела позвоночника, операции при черепно-мозговой, спинальной травме и их последствиях, но это про последствия уже, потому что, понимаете, мало спасти человека от смерти, они всегда удается в полном объеме выполнить оперативное вмешательство. Степень тяжести не позволяет это сделать. Поэтому человека через год, через два, через три приходится оперировать повторно для того, чтобы совсем сделать здорово. И плюс стабилизирующие операции при компрессионных переломах телопозвонков и дегенератических заболеваниях позвоночника. Это то, что вот вас касается. Когда позвоночник разваливается совсем, то есть одно дело, когда в результате травм он развалился, там надо ставить одну механоконструкцию. Когда позвоночник разваливается полностью, приходится ставить другую. Ну, про другое вы все прекрасно знаете, кто такой Плющенко, знаете, да? Вот ему, зачем он поехал в Израиль, правда, я не представляю. Вот мы делаем все то же самое. Вот что делали мы в Израиле, это делают и в нашем центре, и в Москве, и в Питере, и у вас в Челябинске, как бы, то есть во многих. И плюс само отделение, вот немножко ниже пролистать. Это вот наш коллектив, наш замечательный заведующий, тут и мое тоже лицо участвует во всем этом. То есть в рейтинге получается третий доктор в отделении, я после всего начальства. И чуть ниже покажите, это просто уровень работы нашего отделения, для тех, чтобы поняли, что такое нейрохирургия, еще ниже там картиночки есть. То есть вот это наше оборудование. Все, этого достаточно. То есть мы работаем, я работаю в центре высокотехнологичной медицины. Больниц такого уровня в нашей стране всего пять, к сожалению. Потому что сама больница очень дорогая получилась. Наше оборудование, в основном это суперсовременное компьютерное оборудование, которое стоит бешеных денег, поэтому во всех больницах. То есть все, спасибо, с картинками можно прекратить. Я к чему так длинно рассказывал. Я хочу, господа, товарищи, чтобы вы поняли одну простую вещь. Я простой, нормальный, советский, психически вменяемый доктор, основная задача которого это резать таких, как вы. И этим я занимаюсь последние 25 лет своей жизни. Последние 16 лет, извините за грубость, я чувствую, я военный, я хочу, чтобы просто стало понятно, чем я занимаюсь. Последние 16 лет своей жизни я режу в основном людей с такими заболеваниями, которые сидят здесь на стуле. То есть это больная голова, больная спина, больные кровеносные сосуды, которые имеют отношение к центральной нервной системе. Это какие-то крупные нервные образования, и т.д. и т.п. Извините, конечно, за грубость, но я хочу, чтобы до вас дошел смысл происходящего. Хирургическая операция это не лечение. Вот если я кого-то прооперирую на улице столовым ножом, а я могу это сделать. Меня обвинят в жестоком издевательстве над человеком, с применением варварства, и всякое такое прочее. Когда я это делаю в операционной, вы почему-то искренне верите, что вас кто-то лечит. Любое хирургическое вмешательство имеет какой смысл? Взяли живого человека, разрезали его на куски, чего-то поделали, потом собрали, и еще не факт, что то, что собрали, заработают. Я вот этим занимаюсь. Поэтому я очень люблю свою работу. Я хирург. Я занимаюсь здесь при великим удовольствием. Но я честно говорю, не приведи Господь Бог вам когда-нибудь попасть на операционный стол. Здесь есть кто-нибудь оперированный? Да. Есть. Понравилось? Еще хотите? Нет. Это для тех, кто не представляет всего трагизма ситуации. Я столько вот жуки нагоняю по той простой причине. Господа, товарищи, пока вы не попали в операционную, сделайте все, что возможно и невозможно, чтобы туда никогда не попасть. Совет Здорово Больного Доктора. Я сам не оперированный, но я просто... А вот кто прооперировался, уже мою точку зрения поддерживает. Да. Вот если было возможно сейчас сделать так, чтобы операции не было, вы, наверное, сделали все. Теперь, да? После пережитого ужаса, я честно говорю, операция это дикий, жуткий ужас и страшнейшая боль в послеоперационном периоде. Вот для этого меня сюда к вам пригласили, для того, чтобы вам в доступной форме объяснить, как вам не стать жертвой хирургического искусства. Понятно, о чем мы говорим? Чудненько. Итак, то есть для чего я здесь... Доступно, да? Уяснил? Теперь перейдем немножко к другому. Перейдем к тому, для чего вы здесь собрались вообще? Вы все. Нет. Детки, у нас не митинг, не митинг, не концерт. У нас трата времени на спасение вашего здоровья. Поэтому меня сейчас увезут обратно к себе туда, а если мы будем болтать, мы потеряем времени, вы просто, возможно, не получите какую-то информацию, которая вам спасет жизнь. Поэтому давайте не будем шуметь, будем только меня слушать. Видите, я быстро стараюсь говорить, потому что лимит времени, цыгель-цигель, а я хочу, чтобы вы максимум информации получили. Извините за вот эту скороговорку, да? Потому что тем больше вы узнаете, тем здоровее останетесь. Итак, теперь простой вопрос, для чего вы здесь собрались? Вот даже не то, что здесь, а ну давайте серьезно поговорим совсем, потому что я старый больной человек, седой весь уже, да, старенький. Вы далеко не дети уже, не школьники, не детсадовцы, поэтому давайте все сказки, все вот эти вот оставим в стороне и будем разговаривать как взрослые люди, мудрые, умудренные жизненным опытом, которые уже не верят в волшебство, в Деда Мороза, в Санта-Клауса, да? Давайте будем говорить о реальных вещах. Вот ответьте на простой вопрос, зачем вы все пришли внуков без вообще? Честно только. Только честно. М? Филактику. Неправда. Нет, почему? Ну неправда, потому что еще какие варианты есть? Человек? Пальчик, как? Тоже неправда. Как придумал. Были боли, поэтому... Неправда. Я же говорил, давайте разговаривать будем как взрослые люди, не как дети. Были боли, поэтому боли. Болячки были пришли. Неправда. Теперь вот давайте слушаем правду. вы внуков без все пришли за чудом. Давайте будем честно. Почему? Потому что мы все взрослые люди, вы болеете не первый год, вы уже ко всем докторам, кому можно было зайти, сходили. Вы все лекарства, которые можно было разжевать, разжевали, килограмм двадцать таблеток сели, полтора километра мази на себя уже намазали, уже со всеми березами по Иванову вы пообнимались, всех пиявок на себя поставили, ко всем бабкам шаманкам сходили, к мануальным терапевтам сбегали, вы сделали все в этом мире, попробовали, и вы убедились, что вас вылечить невозможно. И вы начали сидеть и думать, так, если меня вылечить невозможно, мне поможет только чудо, и вы начали на это чудо охотиться. Тут раз какой-то муговец появился, о, вдруг они волшебники, пойду-ка я за чудесами туда. Вот давайте вы пришли сюда за чудом, никто не шел сюда лечиться, оздоравливаться, это все неправда. Вы услышали что-то новое, чего вы еще не нюхали, не пробовали, не мазали, да, дай-ка я пойду. Вы и относитесь к этому. Мы пришли, сделайте нам чудо и ждете вот этого чуда. А я вам сейчас буду рассказать, как с точки зрения науки вообще, что с вами будет происходить. То есть, понятно, да, что я доктор не совсем нормальный, поэтому, как бы, мы будем разговаривать о нормальных вещах таким доступным языком. То есть, первое, вы пришли за чудом, а за чудом вы пришли, потому что до сих пор, пока, к сожалению, вам нигде не смогли помочь. Правильно? Да. То есть, вы все здесь сидящие, кто-то чем-то болеет, правильно? Но это нигде и никогда не удалось. Понимаете? Правильно. Поэтому вам нужно что-то, что реально сможет помочь, поэтому вы в многобесте. Теперь, почему вам не смогли нигде помочь, никто не смог вас вылечить и почему ситуация такая достаточно печальная. Тоже давайте совсем начнем издалека. Вот, девочки и мальчики, ответьте на такой простой вопрос. Вот нас здесь достаточно много, мы все разные, да? Блондины, брюнет, толстые, худые, всякие разные. Но у всех здесь сидящих, в том числе и у меня, существует одна единственная болезнь. Причем эта болезнь в конце концов убьет всех находящихся в этом зале. Убьет железный. Кого-то убьет быстро, кого-то будет убивать медленно, кого-то будет убивать мучительно, кого-то убьет легкой смертью, очень легко, очень такое, но убьет всех. Всех железных, кто здесь находит, убит. Никому от этой болезни спастись. И причем эта болезнь есть у всех. Даже человек, если не верит в нее, она у него эта болезнь здесь. Какая болезнь у нас у всех здесь, присутствующих, убивает нас потихонечку, всех абсолютно хором, дружно. Какая? Остеохондроз. Остеохондроз нет. Остеохондроз убьет, но не всех. Атеросклероз. Атеросклероз тоже какой. У меня нет атеросклероза и не будет никогда. Гипертония. У меня тоже нет гипертонии никогда. Сахар. Сахарный диабет, тем более. Вот сахарный диабет, вот чего-чего, диабет у меня никогда нет. Суставов? Да. Коленку-малюнку. Я сказал все, в том числе и меня, у меня суставы выделены в состоянии. Позвоночник. Позвоночник. Вот видите, очень простые, вот я задаю смешные вопросы, а на них ответы вроде как-то совсем другие, да? Нет, господа, это вот я к чему, это я, вы сейчас поймете, почему вас до сих пор никто не вылечил. Потому что вся самая тяжелая болезнь, нас с вами здесь присутствующих, называется достаточно просто, это возраст. Вот это та болезнь, которая здесь присутствующая, болеют все. И вот давайте честно, вот эта болезнь убьет всех, кто здесь присутствует. Рано или поздно, но убьет. Никому от этой болезни укрыться не получится. Не спастись, не спрятаться. Это вот первое, чего вы, гражданское население, к сожалению, просто вот, вы это понимаете, но вы боитесь, вот пытаетесь замазать это понимание чем-то другим. То есть, это вот первая, самая большая ваша ошибка, то что, господа товарищи, у вас нет остеохондроза, у вас нет гипертонии, у вас нет сахарного диабета, у вас болезнь называется возраст. И она каждый год пытается вас загнать в могилу. И для этого придумывают то остеохондрозы, гипертонии, чтобы быстрее вот это все дело свое закончить, это первое. То есть, первая ваша самая большая ошибка, вы себя воспринимаете как коробку с запчастями. Ну, я не ругаю вас, я вам просто объясняю. Вы воспринимаете свое тело как кулечек, в котором лежит рука, нога, хвостик, ушко, глазик, зубик, да, вот, ой, зубик заболел, давай мы его полечим. Вы забываете, что в вашем туловище нет первичного, вторичного, важного, неважного. Вот все, вот это важное, есть жизненно важные органы, а есть жизненно неважные органы, да, все так считают. Но если вот тому кто, сердце это важно, сейчас предложишь мизинец отрезать, ни за что не согласится. Ну, давайте честно, да, когда вот рассуждать философски, вроде все понятно, когда тебя родного касается, у тебя все важное вдруг становится. Да ладно, мизинец, вот любую девочку сейчас предложить на волосы пробрить, кто согласится? А волосы, это не жизненно важный орган, как бы. То есть, я о чем хочу, до вас высключаться. Господа, товарищи, поймите одну простую вещь. В человеческом туловище нет нужных вещей и ненужных вещей. В человеческом туловище, по идее, нет болезней. Вот то, что вы называете болезнями, сейчас, на данный момент, это вот современной медицины трактуется, как возрастной износ организма под действием окружающей среды и фактора времени. Соответственно, если это износ и туловище разваливается, значит, надо ремонтировать что? Не то место, которое болит, надо ремонтировать все туловище целиком. И надо воздействовать на человека полностью, на всего, а не по частям. Вот это современный постулат медицины. Поэтому, существуют болезни, которые развиваются в связи с повышенным износом нашего тела под действием времени, света, звука, атмосферы, стрессов и т.д. и т.д. Какие это болезни? В первую очередь возрастными или это отдельная группа может кто-то слышит? Слышали такое выражение инвулятивное дегенеративное заболевание? Не слышали, да? Что это за болезни? Первое. В первую очередь это заболевание естественно костно-мышечной системы. Что за болезни-то? Ну, естественно, это вот то, с чего я начал рассказывать это остеохондроз. Господа товарищи, когда-то я когда учился на нейрохирурге я проходил подготовку в том месте где придумана вот эта болезнь. То есть я горд за свою страну потому что болезнь остеохондроз открыли наши великие ученые это Яков Львович Осна и не помню как зовут старый забыл академик Попелянский. Вот Осна и Попелянский в далеком тридцать седьмом году создали учение об остеохондрозе в городе Новокузенске и Мировской области. И весь земной шар используют их вот эти вот наработки при лечении спины. Но я учился уже я почему так вот свободно оперирую понятиями это есть этого нет я учился у Анатолия Дмитриевича Луцика академика профессора доктора медицинских наук он прямой ученик Попелянского то есть Попелянский учил его а Луцик учил меня вот лучше них о остеохондрозе не знает никто о спине то есть вот вертебролог госпожа Наталья сказала вертебролог это специалист по лечению и операциям на позвоночнике то есть мой основной хрен это лечение больной спины я это очень люблю очень все у меня как бы замечательно получалось в последнее время но я сейчас свой взгляд на это на все пересмотрел а начал пересматривать за слов что такое остеохондроз изначально его лечили как Болезнь то есть что Это есть болезнь значит есть лекарство правильно то есть вот дизентерия болезнь болезнь Левомецитин помогает раз таблетку дизентерии нет ангина это болезнь болезнь от ангены помогает перекись водорода горло пополоскали ангина нет Если говорить, что остеохондроз это болезнь, вы воспринимаете, если это болезнь, значит от него есть волшебная пилюлька. И вы занимаетесь поисками этой пилюльки всю свою жизнь. И вот когда мы приехали на учебу, академик Луцк нам сказал, забудьте все, что вы учили про больную спину. Все, что в институте вдалблю или еще что-то. Запомните одну простую вещь. Остеохондрозов нету. То, что вы называете остеохондрозом, это разрушение позвоночника под действием силы тяжести в процессе прямохождения с фактором времени. Поэтому 7 миллиардов жителей есть на этой планете. Вот все, кому больше 25 лет, у всех изменения в позвоночнике, которые можно обозвать остеохондрозом. Но мы тогда были молодые и зеленые, мы как-то вот так вот. С определенной долей критицизма все это восприняли. А вот когда я уже начал работать нейрохирургом, поймите простую вещь, берешь человека, начинаешь его оперировать, обнажаешь череп, обнажаешь шинадил позвоночника. Я, мы оперируем всех, то есть я не только позвоночником занимаюсь, я опять же травмой занимаюсь, опухолями, оперирую по каким-то другим поводам и т.д. Бывает здоровых оперируем, то есть когда надо, допустим, ну вот сосудистые хирурги пытаются какие-то операции на сонные артерии сделать, им нужен доступ к этой артерии. Они как бы его стараются, потому что надо со стороны спины, допустим, да, они очень боятся, что повредят какие-то мозговые решения, они просят сделать доступ к нас, а дальше уже оперируют сами. Ну вот пляшки в сонных артериях слышен, наверное, да, оперируют, вот диабетика операции. Потом, когда я начал работать, я увидел уже тысячи позвоночников в операционной и оказалось, что Дмитрий Анатольевич Луцик нас не обманул. Я не увидел ни одного здорового позвоночника в возрасте старше 25 лет. Во всех спинах мы нашли изменения, которые смело можно назвать остеохондрозом. Поэтому, если вы здесь с больной спиной сидите, я вам немножко так вот ложку меда в бочку дегтя добавлю, да, не переживайте. Если у вас спина болит, не переживайте, она болит у всех. Если кто-то из ваших знакомых хорохорится и говорит, у меня они болят, он просто врет. Он просто врет, не переживайте. Он просто врет для того, чтобы вам жизнь медом не казалась. У него болит точно так же, как у вас. Скорее всего, даже еще хуже болит, поэтому ему себя жалко, он пытается как бы вам насолить, потому что знает, что у него болит еще сильнее. И все, кто старше 25 лет, у всех болит спина. И, к сожалению, у большинства из тех, у кого болит спина, к 45-50 годам это развалится, превратится в грыжу позвоночника. По статистике, каждого пятого с грыжей нам придется переживать. Поэтому не переживайте. В вашей супе все предрешено. Ничего абсолютно у вас не изменится. Это я вот про остеохондроз. Понятно, что остеохондроз это никакая не болезнь. Это вот фактор времени, с которым борись, не борись, ничего не получится. Это вот первая возрастная болезнь. Она есть у всех абсолютно. У всех, кто старше 25 лет. Вторая возрастная болезнь это остеопороз. Ну, это самая легенда вас, бабушки, да? Потому что вы, насмотревшись с телевизоров, все ходите, песни поют. Пей, Д3 не комет, а остеопороза совсем не будет нет, да? Это вас обманули. Потому что вы почему считаете, что остеопороз это повышенная ломкость костей, которая развивается в результате нехватки кальция в организме. Насмотревшись рекламу, вы начинаете обжираться всякими некомедами, чем попало всякой гадостью, да? Господа, товарищи, кальция в ваших организмах море. Не верите мне, посмотрите на свои зубы и сделайте УЗИ желчного пузыря. Все эти ваши камни в пузыре, в почках, бляшки атеросклеротические, налет на зубах, хрустящие суставы, это кальций, которого в человеке в живот море. Человек кальций получает не из никомеда, а из воды, которую пьет. В воде кальций тоже море, не верите мне, загляните внутрь своего чайника. Вот это, знаете, в котором, это и есть кальций. Вы кальций поглощаете тоннами каждый год. Просто вопрос в чем? С возрастом кость это нерастяжимое образование. Сосуды в кости не имеют возможности расширяться, сжиматься, но кость не растягивается. То же самое в суставах происходит. В результате с годами пакость всякая откладывающаяся на стенки сосудов внутри костей перекрывает костный кровоток. В кость не поступает кровь, соответственно не поступает кальций, кость начинает разряжаться, в результате она ломается. Вот это болезнь остеопороза. Понятно откуда она берется? Понятно. Поэтому вы хоть вот спите в ванне с кальцием, ничего с вашими костями и лучшим не станет. Соответственно, чтобы остеопороз вылечить надо, что сделать? Надо как-то простимулировать костный кровоток, да? И тогда теоретически остеопороз должен пройти. Так вот, остеопороз это возрастное заболевание. Следующее возрастное заболевание это артрозы, а в острой фазе артриты. То есть, вот кто артрит, артроз, чтобы стало понятно. Я объясню. Когда болит и опухла, это артрит. Когда опухоль прошла, болит поменьше, это артроз. Это одно и то же. Просто называется в разной фазе по разным. Ясно, да что? Так вот, причина артрозов и артритов та же самая, что и остеопороза. Просто вот кому-то повезло, сначала у него заболели суставы, нарушилось кровообращение. Там кому-то повезло, у него заболели кости. То есть, это чисто везение. По сути дела, это одно и то же заболевание. Просто у кого-то порвалось суставов, у кого-то костя. То есть, что такое возрастные болезни? В первую очередь разваливается то, что в нашем организме больше всего работает. Больше всего работают кости. Потому что это основа. Они держат всю нагрузку, они таскают на себе картошку, извиняюсь. Они таскают детей в декрете, они ходят на работу в ночную смену, они сидят за школьной партой, они падают с заборов, они попадают в кости. Попадают в автодорожные аварии. Первая линия удара в нашем организме всегда кость. Поэтому она начинает страдать первой с возрастом. Вторая группа заболеваний возрастных, это болезни сердечно-сосудистой системы. Это такие болезни, которые называются гипертоническая болезнь, это ишемическая болезнь сердца и атеросклероз. Все эти проявления, внутренние и внешние, это признаки того, что наша сердечно-сосудистая система, извиняюсь, превратилась в систему канализации с годами. Сосудики забиты всякой пакостью, вы любите это называть шлаки и бляшки, на самом деле это называется продуктами метаболизма, а по простому, извините, опять военный, в простонародье это называется какашками на простом языке. Вот это все, откладываясь на внутренней поверхности наших сосудов, приводит к вот этим заболеваниям. Это возрастные изменения, к сожалению. Но они плохи тем, что болезни сердечно-сосудистой системы, как раз вот они нас в основном и убьют. Знаете об этом, да? Я просто хочу, чтобы вы поняли, вы боитесь раков, спиды, чего попало, всякой глупости, боитесь? По статистике, знаете от чего умирает 99% взрослого населения на земле вообще? От чего? От трех болезней, инфаркт миокарда, инсульт и тромбоимболия легочной артерии. Поэтому, господа, товарищи, все, кто здесь, перестаньте бояться рака, спиды и всякой пакости. От инфаркта умереть у вас шансов в 99 раз больше, чем от какого-то рака. Поэтому сердцем, сосудами занимайтесь в первую очередь. Вот это продлит вам жизнь. А пока вы этот рак где-то найдете, пока там спид поцепите, это знаете, из области вопросов. Есть жизнь на Марсе? Нет, жизнь на Марсе. Это вероятность очень низкая. А инфаркт это вот, здравствуй, он за дверью стоит. Ну и последняя группа болезней возрастных, это так называемые дегенеративные заболевания внутренних органов, а конкретно это болезни дыхательной системы, такие как хронический бронхит и хронические, неспецифические заболевания легких. Что это такое тут? Ну, слава богу, Магнитогорск как-то город почище, чем Башкирский. Не, вы зря радуетесь, потому что я вам честно, вот честная пионерская здесь почище, потому что вот в Башкортостане разговариваешь, там все, вот так вот, весь зал сидит. Как к туберкулезнику пришел в гости. Все хекают. Нет, я просто о чем? Здесь хекающих нету, но удивление, хотя рядом все, хотя у вас тоже вот эта вот металлургия, всякая гадость, да? Ну, видимо, у вас тут роза ветров какая-то такая, что-то с заводов, видимо, он тягивает больше, на город не тянет. Но это все равно не значит, что вам тут слаще живется, это я просто о чем? Я говорю про хронические бронхиты и хронические неспецифические заболевания. Вы их все видели, знаете, это вот, человек ходит подкашляет, да? Утром он там выкашляет из себя целое ведро, у него одышка, он не может на третий этаж подняться и всякое такое прочее. Это вот они, эти болезни, это возрастные. Заболевания желудочно-кишечного тракта, ну, это уж вы все знаете, это хронический гастрит, уж не надо объяснять, что это такое, да? Это хронический панкреатит, хронический холецистит. Холецистит бывает двух видов, каменный и бескаменный, то есть калькулезный, не калькулезный. Так вот, калькулезный называется по-другому желчекаменной болезнью, чтобы стало понятно. И болезни мочеполовой системы, это такие болезни, как хронический пилонефрит, хронический цистит и аналог циститу, потому что циститом болеют только девочки хроническим, а хронический цистит у мальчиков, это аналог этого заболевания, это простатит. То есть мальчики циститом никогда не болеют, мальчики все болеют простатитом, после 45 лет. Так вот, господа, товарищи, к возрастным заболеваниям относятся болезни костно-мышечной системы, это остеохороз, остеопороз, артрозы, артриты, болезни сердечно-сосудистой системы, это гипертоническая болезнь, шимическая болезнь сердца, атеросклероз, болезни внутренних органов, таких как хронический бронхит, неспецифические болезни легких, хронический гастрит, панкреатит, желчекаменная болезнь, холецистит, пилонефрит, цистит и простатит. Теперь поднимите руки, пожалуйста, те, у кого ни одной болезни, из этих перечисленных нету. Здесь сидящие. Лес рук, да? Лес рук. Мальчики наивные, они верят, что у них нет. Теперь, пожалуйста, поднимите руки, у кого эти же болезни были в 10 лет. Опять лес рук, да? То есть, вот смотрите, я о чем пытаюсь вам объяснить. Когда-то мы все с вами были абсолютно здоровые, и наши знакомые все абсолютно здоровые были, а сейчас мы что-то все больные. И вот давайте честно, болезни перечислены, вы можете вспомнить хоть кого-нибудь из ваших знакомых, примерно вашего возраста, чтобы у него не было одной хотя бы из этих болельщиков. То есть, вот смотрите, мы когда-то, совсем недавно еще были совершенно здоровые, сейчас мы все абсолютно больные. Правильно? Так вот, я о чем рассказываю? Поймите, господа, товарищи, у нас нет ни остеохондрозов, ни гипертонической болезни, у нас болезнь, а что изменилось с 10-летним возрастом? Только года наши, да? То есть, поймите простую, для того, чтобы человека вылечить, надо вылечить, в первую очередь, вот эту вот болезнь. А чего вы веселитесь? Вы же этим занимаетесь? Вы для чего обжираетесь пилюльками, мазями мажетесь? Вы же искренне верите, что купив в аптеке какую-нибудь пилюльку, вы лечите вот эту болезнь. А чего вы не веселитесь теперь? То есть, я к чему, извините за грубость, я хочу, чтобы вы поняли, лекарства вот от этой болезни существуют? Нет. Вот поэтому, господа, товарищи, к сожалению, ни одни таблетки вам не помогли, ни одни мази, ни одни бабки-знахарки, ни одна береза, ни одна пиявка и т.д. Потому что вы лечите не там и не от того, к сожалению. Вы пытаетесь победить проявления, а надо устранять причину. Вот тогда будет эффект во всех проявлениях практически всегда. Логично? Логично. Логично. Как это сделать? Кто бы знал, да? Вот я достаточно просто все объяснил. Все понятно, да? Откуда болезнь, почему болеть, почему вас до сих пор никто не вылечил. Вот схемка простая, даже смешная, но до этой схемы, к сожалению, мы, официальная медицина, шли две с половиной тысячи лет. То есть вот я сейчас вам рассказал страшную сказочку, которая является официальной доктриной существования высокотехнологичной медицинской помощи. Слово высокотехнологичной медицины слышали? Слышали. Даже наш президент, Владимир Владимирович, за нее, и он требует, чтобы все больницы развивали именно это, да? Это вот то, о чем я говорю. То есть, основной постулат высокотехнологичной медицины, а я работаю в здоровенном тысячекоечном центре, который занимается в основном только высокотехнологичной медициной. И я ей занимаюсь как раз 2002 года. То есть я 13 лет пытаюсь вас лечить самыми суперсовременными методами, которые применяются на этой планете вообще. Схема работы высокотехнологичной медицины вот такая. То есть мы, врачи, поняли, что лекарствами вашей болезни победить невозможно. Это против всех законов биологии, физики и химии. Поэтому мы создали новую абсолютную медицину, которая занимается чем? Высокотехнологичная медицина ремонтирует тело человека. Ремонтирует механически. То есть мы вам отрезаем больное место и вместо этого больного места ставим какую-то механическую конструкцию, либо агрегат, либо еще что-то. Я сейчас объясню, о чем идет речь. Здесь есть люди, кому оперировали либо колено, либо тазобедренный сустав. То есть у кого эндопротезирование. Замечательно. Вот вы как раз замечательный пример в отношении высокотехнологичной медицины. Вам заменили какой сустав? Тазобедренный. Замечательно. Когда заменили? В 2003 году. Чудненько. Итак, давайте немножко расскажем про тазобедренный сустав. У вас сначала долго-долго болела ножка. Вы ее лечили-лечили, лечили всем, не помогало. Потом в один прекрасный момент, чаще всего это бывает, новый доктор в вашей жизни, он сказал, бесполезно тебе лечить, дорогой, сустав надо менять. Так он сказал. Ваша реакция на это. Вы сказали, доктор, доктор, давай без разрезателя, давай еще чем-нибудь полечим. Он так, наверное, нагло посмеялся, как я опять, и сказал, дорогая, ты не лечишься, это надо менять на протест. Правильно? Да. То есть, это для того, чтобы вы поняли, современная медицина никому ничего не лечит, потому что это бесполезно. Надо вас опять сделать детьми маленькими, сосками. Тогда у вас все пройдет, а это технически сделать не надо. Поэтому мы по возможности меняем у людей запчасти в тех местах, где это можно сделать. Вам предложили операцию, вы на нее созревали, скорее всего, какое-то время, созрели, когда нога совсем заболела, уже пилючки, вы созрели, наконец, вас прооперировали. Что теперь с вашей ногой? Она ходит? Очень хорошо. Замечательно. Вам все нравится, да? Да. То есть, вы теперь считаете себя, в принципе, практически здоровым человеком. Да. Вы свободно двигаетесь, ни на костылях, ни на тележке. Это вот для того, чтобы стало понятно. Высокотехнологичная медицина лечит путем замены запчастей человеческого тела. Но вы же не считаете, что вы стали здоровым абсолютно. Вы знаете, что у вас есть металл, который не является... То есть, вы знаете, что вы все еще продолжает, остаетесь больным человеком. По логике вещей, у вас же нет сустава, да? Но у вас нормальная, здоровая жизнь началась. Правильно? Поэтому, если с точки зрения человеческой философии взять, вы абсолютно здоровый человек. Хотя в космос вы с этим не полетите, да? С парашютом прыгать не будете, в боях без правила участвовать. Вы понимаете, что это все-таки... То есть, у вас определенные ограничения есть, но в плане быта у вас жизнь как у всех. То есть, высокотехнологичная медицина занимается тем, что возвращает вам нормальную человеческую жизнь, но при этом пытается чего-то у вас отремонтировать. Замечательно? Ничего замечательного в этом нет. Сейчас вы поймете, почему. Вы меняли сустав сами или меняли по квоте? Сама. Теперь озвучьте цену сустава, которую вам пришлось купить. Вы купили? 200 тысяч. 200 тысяч рублей. Титановые. Это самая дешевая запчасть к человеческому туловищу. Самая дешевая. Потому что операции, которые делаем мы, нейрохирурги, это мешать на головном мозге, это 270, 300, 350, 400 тысяч рублей. Самая распространенная, высокотехнологичная, медицинская помощь. Это вы, наверное, слышали такие слова, как стентирование и аортокоронавное шунтирование. Слышали? Что такое стентирование? У человека инфаркт миокарда, если вот раньше он должен был от него либо умереть, либо попасть в больницу, в больнице неделю лежит, в него капают ведрами всякие лекарства, через месяц только можно вставать в туалет, через 4 месяца можно только ходить по лестнице, через год еще большой вопрос, снимать его с инвалидности или нет, это старый инфаркт миокарда. Нынешний инфаркт миокарда, с человеком инфаркта, его везут в больницу, специальным прибором заходит через крупный кровеносный сосуд, попадает в сердце, находит поврежденный сосуд, расширяет, вводит арматуру укрепляющую, которая называется стент-система. Человека завтра можно выписывать на работу уже. То есть он ночует в больницу, утром он абсолютно здоровый. Вот кто-нибудь видел больных после стентирования? Знакомым или уростником кого-то делали? Не делали, да? Делали? Делали. Вы на следующий день человека видели после стентирования? На пятый день выписали из больницы. На пятый день. А раньше с инфарктом кто попадал, знаешь, что минимум месяц ты лежишь. Год на инвалидности. То есть вот вся разница между обычной медициной и высокотехнологичной. Медицина замечательная. Но вам просто не огласили стоимость этой операции, потому что ее вам делали бесплатно. Правильно? А если бы вы не были гражданином Магнитогорского района, вам бы она обошлась с 275 тысяч рублей. То есть я к чему хочу, господа Таврович, вы поймите одну простую вещь. Социализм в этой стране закончился навсегда. Поэтому если вдруг с вами будет что-то происходить серьезное, вам сможет помочь только высокотехнологичная медицина. А это цены от 200 и 300 тысяч рублей. Поднимите руки тем, кто могут с половиной в 300 тысяч с кармана раз и все. Есть такие? Вот поэтому я здесь для того, чтобы первое, вам объяснить, как вам не попасть в операционную, а второе, как потом не умереть с голоду после этой операции. Итак, о чем идет речь? Я доктор, работающий в высокотехнологичной сфере. Я знаю, что кроме замены запчастей ничего больше не помогает. Но тут начинается вторая проблема. К сожалению, не от всех органов и систем бывают запчасти. Вот от мозга запчастей нет. От желудка запчастей нет. От легких запчастей, от почек запчастей нет. Вот даже от мышц, которые вроде ненужные, даже от них запчастей не бывает. А без мышц нет движения, а без движения нет жизни. То есть, отсюда вторая проблема высокотехнологичной медицины, где взять запчасти от того, от чего их нет. Выход какой в этой ситуации? Выход очень простой. С чего я начался? Не надо человека рассматривать как коробку с запчастями, его надо воспринимать как целый организм. То есть, надо как-то отремонтировать все туловище, и уже отремонтированное туловище со своей больной частью разберется уже как-то получше, чем могло до этого. Логично? Логично. Вот на этом логичном постулате построено другое направление высокотехнологичной медицины. Вот я являюсь представителем хирургической части высокотехнологичной медицины. Я лечу путем отрезания замены на запчасти. А есть еще терапевтическая высокотехнологическая медицина. То есть, чем она занимается? В тех случаях, когда к человеку не выпускаются запчасти, либо эти запчасти стоят просто запредельно дорого, медицина идет другим путем, она пытается отремонтировать все тело, чтобы это тело уже справилось со своей болячкой как-то с новыми силами сама. Так вот, в новой высокотехнологичной терапевтической помощи удается победить очень много болезней, но для этого требуется применение очень сложных, очень мощных медицинских аппаратов. То есть, поймите правильно, высокотехнологичная терапия никого таблетками тоже не лечит. Это бесполезно. Высокотехнологичная терапия создает очень умные, очень мощные медицинские машины. И эти машины уже начинают ремонтировать человеческое туловище целиком. Вот теперь собственно начинается то основное, о чем меня как бы попросили вам рассказать. То есть, я вот так длинно рассказывал для простых вещей, чтобы вы поняли. Первое, господа товарищи, вы поняли, что ваши болезни это неправильные докторы, не неправильные лекарства. Ваша болезнь, к сожалению, это возрастное разрушение туловища. И поэтому таблетки вам, к сожалению, не помогали, не помогут никогда. Поняли это? Чуденько. Зная, эта медицина теперь меняет у вас в туловище разные части на механические детали. Но вы должны понять простую вещь. Не ко всем частям тела человека существуют запчасти. Это вот основное, чтобы запомнить. Не надо надеяться, что если что-то сломается, мне это поменять. Найду денег, мне поставить. К мозгу запчастей нет, к желудку нет. Поэтому, если вы хотите исправить состояние здоровья свое, реально, вам нужно применять специальные медицинские машины, которые в состоянии ремонтировать все тело. Вот об этих машинах мы сегодня поговорим. Я, к сожалению, старый больной доктор, который никому ни в чем не верит. Я бывший военный, поэтому в меня с молодых ногтей вдолбили одно простое понимание ситуации. Вот я железно следую правилу лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вот поэтому я никому не верю. Мне не надо рассказывать, что там хорошо, что замечательно. Я всегда говорю, ты мне не рассказывай, ты мне приведи больного, которому это реально помогло. Чтобы я мог его понюхать, потрогать, лизнуть, взвесить, томограмму сделать, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот тогда будет о чем разговаривать. Поэтому я все воспринимаю сначала очень критически и не верю, когда мне просто рассказывают. Так вот, я о чем вот это предисловие? Господа товарищи, понимаете, медицинских машин существует много, разных производителей, все на свете, как бы, пока, к сожалению, к сожалению, пока я увидел какой-то реальный эффект только в машинах, в которых применяется материал под названием турмани, к сожалению. то есть удалось реально поставить кого-то на ноги только с применением турманиевого оборота. чуть попозже будут вопросы и ответы, но, пожалуйста, не спрашивайте меня про какие-то другие аппараты. Я не хочу просто никого обижать. Я знаю про них все, я видел все, куда они применялись, пожалуйста, не спрашивайте. я не хочу никого от них обижать, но, к сожалению, на других машинах я у таких, как вы, не увидел вообще ничего. Я не говорю, что они плохо, полезного не увидел, плохого не увидел, они вообще никак. Поэтому про другие не задавайте, я про них просто не буду рассказывать. Пока я увидел только на турманиевом и турманией и с турманием и т.д. Поэтому я буду рассказывать о них. Я хочу рассказать про эти интересные машины, которые вам здесь показывают, что, откуда и почему оно работает и для чего оно вообще нужно. Так. Ага. Факир был пьяный, фокус ловался. Печально. О, пардон. Печально. А чего-нибудь у нас как-то. Как пока. Какое радиоактивное? Это похоже место работы, которое я там. Чего? Кстати, вот я сейчас про турмани и буду рассказывать про этот интересный материал. Штука очень интересная. Как-то мало мне его насыпали. сэкономил на старом больном докторе. Проклятые бюджетники. все. Ну все, хватит. Дальше я думаю будет рисовать. Она немножко нет, ее надо перевернуть, чтобы она немножко подсохла. И дальше я думаю все будет за бест. итак, я сказал, что я старый больной доктор никому не верю, потому что мне надо доказать. Пока свою жизнеспособность доказала только вот это замечательное оборудование, то есть оборудование на основе турмании. Я сразу хочу очень жутко извиниться перед местной властью, перед местными консультантами, перед вами, потому что я вам сейчас буду давать информацию, которая может быть будет расходиться с тем, что вы слышите постоянно, но я еще раз хочу повторить, я старый больной доктор, я работаю в здоровенной больнице, это Гаусс, РТР, ФРБ, СМП, я не работаю в ногу без, поэтому я вам говорю то, что я считаю как врач, что я вижу как врач, и то, что я считаю вправе стоит вам знать, потому что вы такие же граждане Российской Федерации как я, если я вам сейчас буду что-то говорить, что идет в разрез с тем, что вы слышали в многом месте, извините меня, господа товарищи, я не работаю в многом месте, а работаю в больнице. Итак, начнем с турмания, то есть вот этот вот интересный материал, вот он коричневенький такой, с блестками, что же это такое? Первое, что я хочу вам сказать по поводу турмания оборудования, турмания это очень-очень интересный материал, но, к сожалению, его не существует в природе, вообще. Его очень сложно создать, очень-очень сложно, технология там мудреная, его первым создали южные корицы из компании Ногобест, и пока воссоздать материал, к сожалению, не получается ни у кого. То есть такой же материал пытаются создать и японцы, и мы, и американцы, и немцы, итальянцы, больше всех пытаются китайцы создать, но пока давайте честно, если было просто, китайцы просто бы это вот как ведрами на каждом перекрестке продавалось, по три копейки за ведро, они пытаются, ничего не получается, они сейчас начинают обзывать похожими названиями другие вещи, типа турмалиновый пояс, турманиновый, турмалиновый, вроде так звучит, как похоже, но это все подделки, потому что сам материал получить они не могут, очень сложно. Первый большой минус материала, второй большой минус, но я сначала, как простой российский доктор, я сначала про плохой, да, в чем минусы турмалиновые, первый большой минус, то, что его очень сложно производить, секретно владеет только корейская компания Мугабест, никому не рассказывает, поэтому они, к сожалению, монополистые, я бы больше бы гордился своей страной, если бы это магнитогорск фармприбор какой-то производил, да, ну вот пока только корейцы из Мугабеста производят, и больше никто в мире. Второй большой минус турмалиновый, заключается в том, что вам должны были сказать, что турманий для изготовления требует применения турмалина, говорили? Да. Поэтому второй очень большой минус материала, материал получился очень-очень дорогой, очень дорогой, потому что если его делают из турмалина, девочки, давайте честно, здесь срабатывает правило колбасы, да, о чем гласит правило колбасы? Колбаса дешевле мяса не бывает, если колбаса дешевле мяса, значит мяса в этой колбасе нет ни грамма, правильно? Поэтому если турманий делают из турмалина, а турмалин это драгоценный камень, то и цена будет соответственно драгоценная, да, дешевле сделать никак не получится. поэтому материал собака получился очень дорогой, очень дорогой. Могу их уже назвать, стоило бы 3 копейки, было бы лучше, наверное, мы же люди простые, советские, по-простому, когда цена кусачая, значит это кто, собака? Повечная? Так вот, первое, очень сложно получать, не сделаешь, в каком китайском, там, если бы это какие-нибудь, красные хунвибины на улице, эти они аниме делали, было бы доступнее, да, не могут. Второе, цена очень дорогая, и третий большой минус, турмания, знаете, в чем заключается? Вам, наверное, консультанты сказали, что турмания для изготовления требует применения германии, льваны и вулканических пород, да, вам это ни о чем. Просто я объясню, в Германии осми и кремния делают компьютеры, сотовые телефоны, микроволновки, стиралки, телевизоры, то есть, это полупроводники, которые идут на изготовление, компьютерной и электронной технологии. Второе, и льван и вулканические породы, это сырье, из которого получают редкоземельные элементы. Редкоземельные элементы, само название уже подразумевает, что их очень мало на нашей планете, да. Так вот, основное назначение редкоземельных элементов, их применяют для изготовления ядерных реакторов, танковой брони, авиационных материалов, ракетных двигателей и т.д. и т.п. и пятые, десятые, двадцатые, тридцатые. Вот, это третий, самый большой минус турмания, он заключается в следующем. Сырье, которое необходимо для изготовления турмания, в основном, применяется в ядерной энергетике, ракетостроении, обороны промышленности. Поэтому, представьте себя, главой какого-то государства. У вас есть сырье, из которого можно делать танки и можно делать многое бесты. Чего вы будете делать? Конечно, будете отправлять в оборонку, да? Вот это самый большой минус турмания в оборудовании. К сожалению, сырье, требующееся для изготовления турмания, в основном, идет в ядерную энергетику, в ракетостроении, в оборону промышленный комплекс. Поэтому, сюда отдают по остаточному принципу. Что осталось, забирать. Сырья очень мало, поэтому, оборудование с каждым годом, к сожалению, выпускается не больше, а меньше. И через какое-то время выпуск его полностью прекратится, потому что оборонка просто не будет давать сырья для изготовления этого материала. То есть, вот смотрите, материал очень сложно изготовить, очень дорогой и крайне редкий, и через какое-то время исчезнет совсем. Стоило такой материал придумать? Ну, глупость какая-то, да? Зачем огород городить, вот так все усложнять? Но, к сожалению, пока в нашей Вселенной никаким другим материалом получить лечебные эффекты, другим. Похожие лечебные эффекты невозможно. Поэтому и надо было придумывать сложный, дорогой, редкий, т.д. и т.п. Что же происходит? Для чего надо было придумывать турмании? Потому что, к сожалению, только на турмании удается получить так называемый турманию эффект. Эффекты каких? Два. Эффект первый. Когда человеческое туловище контактирует с активно работающим турманием, в человеческом туловище замедляется процесс старения. Как это происходит? Сейчас объясню. Вам должны были сказать, что активно работающий турманий способен создавать аэронизацию воздуха и генерировать магнитное поле. Вам это говорили? Да. Замечательно. Что такое аэронизация? В двух словах. При аэронизации воздуха в воздухе погибают все микробы, исчезает пыль, исчезают ядовитые примеси и повысается концентрация кислорода за счет создания его трех молекулярных форм, трех атомарных форм. Так вот, простой эксперимент. Берем двух девушек одного с вами роста, цвета, пола, веса, обоих сажаем в колбы. В одну колбу подаем замечательный свежий воздух города Магнитогорск. В другую колбу подаем воздух, в котором нет микробов, нет пыли, нет грязи и много кислорода. В какой колбе девочка умрет первой? Первой. Во второй это вы зря, конечно, хорошо. Давайте я вам сейчас кислород перекрою и мы посмотрим, насколько вас хватит. У нас здесь не цирк, поэтому шутить так не будем, да? Потому что можете накаркать. Придется вам умереть от избытка. Перепутать в больнице кто-нибудь крайних с кислородом и до свидоса. Не надо так шутить, ничего не надо. Итак, всем нам понятно, что дыхание в чистой атмосфере, свободной от микробов и загрязнений, продлевает нашу жизнь, потому что тело разваливается медленнее. Да? Логично? Вот для этого нужна аэронизация. Что такое магнитное поле? Магнитное поле это то, что безвредно снижает стрессорную нагрузку в нашем организме. Что такое стресс? Кто-нибудь знает из вас? Знаете? Ничего вы не знаете, потому что у каждого объяснение стресса свое, отдельно. Я объясню по-простому, по-медицински. Есть такая поковарка «стресс грызет голову, он укусает за сердце». Слышали такое? Что это такое? Когда у нас черные мысли или какие-то черные события в голове, наше сердце начинает умирать. В нем развиваются коронараспазм и ишемизация сердечной стенки. Вы, наверное, сильно чувствовали, когда в жизни что-то плохое происходит, тяжело в груди стороне. Замечали? Вот это называется прединфарктное состояние. То есть в состоянии стресса организм умирает либо от инфаркта миокарда, либо от инсульта. Развиваются сердечно-сосудистые осложнения. Поэтому надо, чтобы стресса было минимально в организме. Иначе сердце в любой момент может отказать. То есть если магнитное поле снижает уровень стресса, значит дольше проработает сердце, а если сердце проработает дольше, значит и мы проживем тоже. Все очень просто. Сердце – это тот мотор, который поддерживает у нас жизнь. То есть когда на тело человека воздействуют достаточно длительно аэронизацией магнитным полем, тело разваливается медленнее. А что такое развал? Это старение и есть. То есть в теле замедляется процесс старения. Второй лечебный турманиевый эффект, который, к сожалению, ни на чем другом воссоздать не удается. Когда человеческое туловище контактирует с работающим турманиевым, в туловище человека включается процесс саморемонта. Что это такое? Сейчас объясню. Вот мы в самом начале разговаривали про возрастные болезни, помните? То есть когда мы были маленькие, мы были все здоровые, теперь мы все больные. Что изменилось в нашем организме? В нашем организме изменился возраст. А что такое возраст? Это не года, которые у вас в паспорте стоят. Потому что скала, которая валяется где-нибудь в чистом поле, для нее 50 лет это вообще ни о чем. Для нее тысяча лета. Года, вы понимаете просто, что времени не существует. Существуют только какие-то измерения, изменения, которые мы можем потрогать, понюхать. Поэтому для нас людей время измеряется в чем? В количестве поломок нашего организма. Когда мы были маленькие, мы были не поломатые, сейчас мы достаточно взрослые, у нас морщинки на лице, у нас целлюлит больные, ноги, т.д. Для нас время это количество разрушений в организме. А почему когда мы были молодые у нас этих разрушений не было? Почему? Вот давайте честно, когда вы были маленькие, у вас ножки не болели никогда? спины? Система чистая, кровосудная. Когда вы были молоденькие, у вас тоже все болело, и ноги, и руки, хвосты, и крылья, но тогда оно поболит и пройдет, и вы железно знали, что вы на костылях не окажетесь, что вы куда-нибудь с инфарктом не загремите, вы знали, что вас пройдет. То есть почему? Системы саморемонта в молодости работают идеально, то есть я объясню, о чем идет речь. Вот берем меня десятилетнего и берем меня сейчас седоласого старика, обоим нам ломаем ногу, мне в 10 лет и сейчас. Кто из нас двоих раньше снимет гипс? Я десятилетний, правильно? Как зайчик через три недели буду прыгать, а с меня старика сейчас еще большой вопрос, гипс удастся снять или нет? Ну то же самое с вами если экстраполируют. Так вот, возраст заключается только в том, что с течением времени организм теряет способность к самовосстановлению. В результате поломки накапливаются и когда накопится их много-много-много чего с нами со всеми произойдет? Мы все немножечко улям тогда, да? Мы помрем то, что. Поэтому для того, чтобы не болеть надо как-то включить саморемонт. Логично? Вот здесь начинаются самые большие проблемы и здесь как раз самая большая хитрость зарыта. Турмане включает процессы саморемонта путем воздействия инфракрасным излучением с длиной волны от 2 до 6 микрометров. Где же здесь проблема? ну, чего огороды родить? Включи саморемонт, да? Пилюлька какой-то саморемонт и включай, да? Просто же? Просто. Но оказалось очень непросто. Оказалось, что в теле человека саморемонт включить очень сложно, потому что включая саморемонт, ты его включаешь везде. Везде, везде, везде. А в каких клеточках нам саморемонт не нужен вообще никак? В каких? Ну, как вы думаете, в каких? В раковых? в мозгах саморемонт многим бы очень пригодился. Тем более, смотря передачи о правительстве в нашем, я бы там многим вот это включил бы, понимаете? С удовольствием бы включил, себе тоже выключил, однозначно, потому что больше всего проблемы у меня, потом уже у меня. Но, саморемонт не нужен нам в раковых клетках, потому что, если мы их отремонтируем, чего с ними будет? Они начнут расти, и мы получим рак, да? А рак нас убьет намного быстрее, чем возраст. То есть, началась проблема, саморемонт нельзя включить, начнет расти рак. Поэтому надо его как-то включать. Ну, чтобы вам стало понятнее, я несколько примеров из жизни приведу. Вот, девочки, ответьте мне на такой вопрос. Кто-нибудь госпожу Ротару по телевизору видел последние два года? Видели? Новую. Или вы в записи ее видели? Вот, лучше. А я про новую спрашиваю. Не видели, да? А до этого помните, как она выглядела? Как молоденькая 30-летняя девочка, да? Она всем рассказывала сказки, что это косметические операции, там, парфюм, косметика, майкап, и троллей. На самом деле, ничего подобного, на самом деле, госпожа Ротару применяла прометаболиты, так называемые, это стимуляторы саморемонта. Как выглядела, все помните, да? Но, к сожалению, сейчас у нее очень страшная болезнь легких, она лечится, и неизвестно, чем закончится. Поэтому ее не видно два года. То есть, она два года находится в больничке, лечит, и всякое такое. Следующий пример, который вы, наверное, помните, была такая госпожа Горбачева, помните? Да. Отчего она скончалась? Даже немцы не смогли ей помочь, она тоже хотела жить вечно. Следующий пример, который, может быть, вы знаете, вот с госпожой Пугачевой лет 10 назад случилась какая-то темная история, она там запомирала, да? То ли гнисты насмерть загрызли, то ли косметологи, что-то, да? Помните? На самом деле, там никаких глистов не было, на самом деле, она тоже начала делать то, что госпожа Раиса Михайловна, Максимовна, да? Слава Богу, вовремя опомнилась, все это дело остановилось, и вот теперь наша госпожа Пугачева выглядит, как мы все с вами. У нас, правда, галкингов нет ни у кого. Так я о чем? К сожалению, саморемонт включить невозможно лекарствами, это приведет к активизации онкологических процессов, и мы от опухолей умрем намного раньше, чем от старости. Остается один единственный способ. Включить саморемонт можно только воздействуя на клетки человека инфракрасным излучением длиной волны от 2 до 6 микрометров. Что это такое? Вы все прекрасно знаете, что это такое. Вот такого рода инфракрасное излучение начинает присутствовать в солнечном спектре в период где-то примерно с 15 апреля и до конца мая. Что происходит в этот момент на нашей планете? Начинается весна, взрыв жизни. Березки колосятся, комары жужжат, бабки по огородам разбегаются, девки замуж просятся, и всякаким размножаются. Бабки в огородах, девки замужестве, березки на пылесаднике. То есть, я о чем? Хотя, давайте честно, в феврале месяце солнышко тоже ярко светит, да, но ни одну бабку размножаться почему-то это солнце не тянет. Проблема в чем? Проблема в том, что в февральском солнце нет вот этого инфракрасного излучения. Вот отсюда начинаются проблемы. Инфракрасное излучение является единственным естественным природным стимулятором регенерации и репарации, при этом не дающим никакого онкологического роста, но, к сожалению, этот вид, это свет, на самом деле, но, к сожалению, этот вид света технически очень сложно получать. Вот поэтому пришлось городить огород, изобретать вот этот вот турманий, поэтому он получился такой дорогущий, и поэтому приходится использовать материалы, из которых люди стараются делать танки, ядерные реакторы и ракеты. Только поэтому турманий редкий, дорогой, и всякое такое прочее. Потому что, к сожалению, только на нем удается получать вот эти эффекты. Замедление процессов разрушения организма, замедление состояния, и безвредное включение саморемонта. Вот теперь, девочки, мальчики, ответьте на простой вопрос. Если существует материал, который, длительно контактируя с человеческим туловищем, замедляет разрушение этого туловища, и стимулирует саморемонт этого туловища, если этот процесс будет длительным, в туловище человека какие-то болячки пройдут из этого? Вроде как логично должно помочь, да? То есть, вот теперь переходим собственно к тому, что я вам сегодня должен был рассказать. А понять из этого и все вы были должны следующее. Понятно, как работает турманевое оборудование? То есть вы должны были понять, что никакого шаманства там нет, никаких биоквантов, никакой чумак это не заряжал, Кашпировский там руками. Это очень мощное, очень дорогое, к сожалению, очень редкое медицинское оборудование, которое работает по всем законам физики, химии, биологии. Я же не сказал баба-яга там какая-то сидит, да? Аэронизация, магнитное поле, инфракрасное излучение. Чистая голая физика, химии, биологии. Ничего как бы умного нет. Теперь я хочу рассказать вот об этом замечательном приборе, который называется термомассажер индивидуальный лечебно-профилактический НМ-5000. В простонародье его называют кровать, да? Так вы его называете? Да. Кровать или массажер или как-нибудь там, ну, может, у вас тут какие-нибудь свои челябинские какие-то названия, я не знаю, я здесь первый раз в жизни у вас. Поэтому мы будем обзывать как всегда везде и все, да? То есть, что такое кровать объяснять не надо и наизе большинства, да? То есть, это очень мощный медицинский прибор, который создан с применением очень дорогого материала под названием турманий, и основная задача вот этого медицинского прибора заключается в ремонте человеческого тела. Вот его основная задача. Больше он ни на что не рассчитывал. Теперь, собственно, о самой кровати я хочу рассказать. Ну, сначала мы с вами опять в угадай мелодию немножко поиграем. Девочки, ответьте на такой вопрос. Почему вот эта кровать имеет такие гигантские размеры? Какие варианты есть? Ну, давайте честно, она гигантского размера, да? Потому что если с таблеткой валидола сравнивать, размеры просто гигантские. Почему такие размеры она имеет? Потому что всем организмом ложимся. Всем организмом, да? Потому что толком вы над этим давайте честно, доктор, не приставай, мы просто не задумывались. Большая она и маленькая, да? Она большая, потому что когда начинается я ее дома не буду ставить, у меня места под нее нет, вы сразу вдруг понимаете, что она оказывается большая, да? Я объясню, почему аппарат имеет столь гигантские размеры и меньше его никто делать не собирается. Потому что господа товарищи приходится выполнять правила строительной техники. О чем гласит правило строительной техники? О, спасибо, госпожа Наталья. О чем гласит правило строительной техники? Вот представьте, вы собрали строить себе дом, привели прораба на участок, говорите, прораб, мне здесь нужно построить дом. Вот такой, не вопрос. Что тебе надо для того, чтобы ты начал здесь строить? Вот что вам прораб на ваш вопрос ответит? Он что скажет, мне нужен собок для песочницы и ведерка маленькая, я тебе сейчас дом шикарно здесь построю. Так он скажет? Ничего подобного. Он скажет, так, хочешь дом, мне нужен бетоновоз, ямабур, мне нужен бульдозер, экскаватор, камаз, самосвал, и штук 20-30 танжикских рабов, чтобы они все это быстро сделали. То есть когда вы собираетесь строить дом, вы понимаете, что размер имеет значение. Чем мощнее строительная техника, тем быстрее вы его построите. Собочками, извините, дома никто не строит. Когда вы начинаете заниматься своим телом, своим здоровьем, вы почему-то все наоборот делаете. Вы понимаете, что вам нужен капитальный ремонт здоровья, вы пытаетесь это сделать желательно самым маленьким, чем-нибудь самым бесплатным, самым, который в ухе помещается. Товарищи, дома не строят лопатками, здоровье не ремонтируют маленькими штучками. Соответственно, чтобы сделать капитальный ремонт туловища, требуется применение очень мощной строительной техники. Так вот, самая мощная строительная техника на основе турмания пока это термомассажер. К сожалению, меньше его никак не сделаешь, потеряется эффективность. Почему у него очень высокая эффективность, почему такие гигантские размеры, почему меньше не сделаешь? Аппарат получился таким эффективным и таким большим, потому что в нем пришлось реализовать правила больницы. Что такое правила больницы? Ну, вот аппарат состоит из трех частей, то есть это собственно сам массажер, самая большая часть, термотерапевтическая площадка и дополнительное оборудование. То есть массажер раз, площадочка два и доп. оборудование три. Почему он большой и почему в него пришлось засовывать правила больницы? О чем гласит правило больницы? Вспомните, как вы попадали в больницу, когда вы там лежали. Попав в больницу, у вас сразу начинаются хотелки. Вам нужен лечащий врач обязательно, вам желательно, чтобы зав. отделением был в курсе состоянием вашего здоровья, ваших анализов. Иван Васильевич, а вот введение по анализу не смотрел сегодня, а вы что там у меня с анализами знаете? То есть два врача в одном отделении минимум раз. Плюс обязательно вам нужны врачи консультанты это гастроэнтеролог, невролог, пульмонолог, гинеколог, глазник, ушник, психиатр и жизни. И плюс какие-нибудь физиопроцедурки там АФК, массаж, баня, сауна, потанцуем, что-нибудь такое. Вот только когда вот это все реализовалось, значит ой, меня так хорошо лечили в этой больнице. Правильно? Я еще не видел за 20 лет работы ни одного там мне не надо никого, пусть меня какая-нибудь баба-хлава там гардеробщица лечит, самая ненужная самая бесплатная. А вы ко мне не подходите. Такого не бывает, да? А вот когда вы начинаете где-то в другом месте заниматься здоровьем, вам надо самая халявная, самая маленькая желательно бесплатная вообще, которая никому не нужная, где-нибудь валяется к этому никто, ой, а то она бесплатная, она мне так хорошо поможет. тогда лечитесь, извините, у бабы-хлавы, если вы верите в то, что маленькие бесплатно никому не нужны вещи, какую-то пользу для здоровья. Так не бывает. Хороший доктор это дорогой доктор, господа, в нашей роли. Колено, вернее, тазобедренный сустав 300 тысяч стоит. Будьте реалисты. Поэтому для того, чтобы вот этот агрегат заработал и заработал эффективно, к сожалению, в этот аппарат пришлось засунуть что же это такое. Итак, вот эта первая часть машины, еще раз повторю, называйте как хотите, для меня это никакая не кровать. Для меня это мощная машина для ремонта человеческого тела. Я в этом убедился. Убедился, знаете, как вот госпожа Наталья не успела вам сказать, меня на родине там у себя называют бывшим злейшим врагом компании Нуго Бест. Ну, потому что видите, я такой доктор хабалистый немножко, да, я в чудеса не верю, мне надо доказать. Вот когда только Нуго Бест в 2005 году появился в Российской Федерации, вот эти вот замечательные девочки-консультанты, ну не эти, а те, которые работают тогда, обещали вам, простым гражданам, всякие чудеса, что вот на этой кровати отрезанные ноги вырастают, хвостики проклевываются, зубы, седина, рак рассасывается, грыжи растворяются, камни куда-то упадут, просто вот спит, лечится, лечится все. Это вот просто было нечто, вот хоть в то, хоть падает. А российский народ, народ прагматичный же, он же не будет с дури сразу там что-то применять, сначала идут к доктору. Доктор, доктор, вот там какой-то нуго и бест, можно мне на нем лечиться или нет. А я поймите, простую, я нормальный, советский, психически вменяемый доктор, еще вдобавок, бывший военный, я на все смотрю критически, и тем более, вы поймите, простую, вы как-то кого-то спрашиваете, вы сначала подумаете, о чем вы спрашиваете. Потому что вопросы были какие, приходит зажигательная девица 62-х лет от труда и задает вопрос, доктор, у меня коленка болит, мне в многобестии прижигаться можно? Я нормальный доктор, этого вас занятил. У меня сразу картинка, какие-то фашисты, ловят баку, коленое железо, коленое, горелое мясо, боль, бабка орет ее, терпи, бабка, терпи, какой-то. Вот что после вот этого должен сделать нормальный советский доктор? Конечно, запретить категорически, да? Вы просто думаете, когда вы спрашиваете, и о чем вы спрашиваете, тогда и будете получать ответы нормальные. А то, когда спрашивают, можно прижигаться на многобестии, конечно, вам запретят. Вы же не Зои Кохмодемьянский, вы же не в тыл врага отправляли. То есть, вот в далеком 2005 году, когда многобест только появился в Российской Федерации, я старый маститый доктор уже, я режу такие, как вы, я знаю, что вы пилюльками не лечитесь, а только путем отрезания либо пересадки вам металлических частей, вдруг появляется какой-то многобест, который обещает всем все вылечить. Ну, естественно, говоришь, ребята, это банда жуликов какая-то новая, которая вас обманут, просто инвалидами сделают, изуродуют, так вот, хотите заниматься, хотите нет, но я категорически против. 2005 год, всем запретил, но поймите, я работаю в больнице, где нагрузка на мое отделение это примерно 2000 пациентов в год. Вот если 2000 больных спин приходит, всем говоришь, вас надо резать, резать, из этих 2000 больше половины отказываются, начинают искать какое-нибудь чудо, вроде как многобестное чудо, можно им позаниматься, доктор запретил, но все равно 50-60 храбрецов найдется, которые доктор запретил, все равно я на свой страх запомнил, да? Вот начали люди пробовать в 2005 году, и что я заметил, в 2007 году, в принципе, ну как бы, отрезок, как обещали, отрезанные ноги не выросли ни у кого, да? Но я заметил, что ходит бабушка с давлением лет 65-70, давление 200-250, тут встречаешь через год у бабушки с давлением получше, 150-160, таблеток пьет поменьше, подъема, скачков давления нет, чудо-чудо, с точки зрения медицины, до этого 20 лет лечили, а тут за год стабилизировал давление. Встречаешь дядечку, который все же в корсете ходил, спина болела, у него там две грыжи, его оперируют нельзя, боли жуткие, он не нагнуться, не разогнуться не может, а тут ты его встречаешь, он часовщиком сидит там где-то в окошке, часы перебирает, целый день сидя, здравствуй, фонарин, здравствуйте, а ты что, здесь работаю, у тебя же спина, а спина как бы у меня не болит, а что делаю? Ну, в обезгненном как бы занимался. То есть, когда вот таких случаев много набирается, начинаешь понимать, что вот ты всем запрещал, но может быть, ты и не прав, да? Может быть, какое-то зерно истины есть. Поэтому, вот мы люди в белых халатах, мы точно такие же, как вы, мы из мяса и кости, у нас все то же самое, как бы. И у нас те же самые проблемы со здоровьем, как и у вас. А на момент 2005 года у меня со здоровьем были достаточно большие проблемы, потому что, ну, во-первых, у меня был тогда избыточный вес, я весил 100 с лишним килограмм, был такой, достаточно толстый. Как последствия избыточного веса у меня была артиллярная гипертензия, то есть, у меня давление до 180-190 запрашиваю, понервничаешь, 180. Я бывший военный, у меня, к сожалению, минно-взрывное поражение второго поясничного позвонка, то есть, у меня кусочек железа в спине, который болел очень сильно. Ну, что такое болел очень сильно, я сейчас постараюсь объяснить, у кого-то из вас, наверное, так же болит, это вот утром просыпаешься, не потому, что ты выспался, селебудильника, потому что у тебя прострел в спине, то есть, ты возьми как-то шевельнулся, и у тебя доброе утро, гестапо, вот боль такая, что это только сейчас смешно, а когда вот это утром происходит, боль такая, что глаза вот так вот и чуть не лопают, и ты лежишь минут 10 в кровати, боишься шевельнуться, чихнуть, кашлянуть, потому что любое движение осталось, прилив вот этой боли вызывает. Ты потом ползком, через минуту, через 15 как-то разъежкиваешься, ползком с дивана сползаешь, вот так, буква изю, ванна, туалет, ползаешь, боишься, при этом до смерти боишься что-то сделать не так, потому что если ты чуть не так дёрнешься, боль такая, что зубная щетка из рук просто вываливается сама по себе, вот так валялась, у кого-то из вас, возможно, похожие ситуации со спиной бывают, да, то есть, вот это было у меня, у меня болела очень сильно правая ножка, потому что у меня огнестрельное повреждение сумки правого коленного сустава с повреждением наружной боковой связки колена, я ходил с палочкой, нога болела очень сильно, нудно, изломно, все это 2005 год, оперироваться неохота, потому что я такой же, как вы, я до смерти боюсь ложиться под нож, я не хочу, чтобы меня разрезали, зашивали еще что-то делать, то есть, как врач понимает, что лекарства бессмысленны, поэтому не пьешь всякие пилюльки, как живой человек, боишься операции, поэтому не оперируешься, то есть, безвыходная ситуация вообще, вдруг появляется много бест, вам вроде как помогает, почему бы не попробовать, а мне, к сожалению, повезло в жизни, у меня друзья люди не бедные, и они мне на 23 февраля подарили изначально, типа, вот доктор, нам попользуйся, мне понравится антаж, я начал пользоваться с 2007 года, и на момент 2009 года у меня снизился вес на 24 килограмма, у меня с тех самых пор артериальное давление, как у космонавта, 120 на 30, хотя по мне простой вещи, я не Иисусик, я обычный нормальный советский гражданин, веду активный, социальный образ жизни, я пью, курю, ухожу на работу, плачу налоги, стою, все как у вас, но с давлением все замечательно, я забыл, что такое гестапо по утрам, потому что спина, когда последний раз болела, я уже, вернее помню, вру, потому что в августе мы с друзьями, мне друзья, они помогают строить дом, и пришлось экстренно разгружать камаз кирпича, за два часа, там, как бы надо было дорогу освобождать, то есть вот мы старые пердуны, извиняюсь за выражение, 50-летние, быстренько раскидывали, стаскивали этот кирпич с камаза, потому что он был без манипулятора, пришлось вручную, вот тогда у меня спина заболела, но если сравнивать с друзьями, они там вообще парализованные, после этого трения лежали, у меня как бы день поболело, но после камаза кирпича, я считаю, это нормально, спина все-таки болит, но не так, как раньше, нога, ну сами видите, ничего не хрустит, не стреляет, потому что когда ноги болят, знаю, да, вот так коленкой не поиграешь, она щелкает, начинает это очень больно, так вот, с 2009 года, я просто перестал, запрещать, пользоваться таким, таким, как вы, вот этой машиной, и начал за ней наблюдать, как она работает, что она делает, и получилось следующее, ну это уже не мои цифры, это вот девочки, многобестовские посчитали, там наши, как бы, то есть, я сейчас объясню, я наблюдаю за работой оборудования с 2005 года, то есть 2005, сейчас уже 15, 10 лет наблюдения, это уже много, да, а вот девочки посчитали немножко по-другому, я нейрохирург, вот нас нейрохирургов всего 1300 на всю Российскую Федерацию, вот вам Магнитогорску повезло несказанно, потому что у вас городишко маленький, 400 тысяч, а у вас нейрохирурги здесь есть, это просто, Господу молиться, это чудо, потому что их здесь быть просто не должно, просто, ну вот как-то правительство Вечеринской области решило, все-таки выделило ставки, они здесь есть, поэтому у вас есть, кому оперировать, рядом городишко Сибай, такой же, как ваш, чуть меньше, Башкирский, там этого ничего поменят, и никогда не будет в жизни, поэтому там высокотехнологичная помощь недоступна будет вообще никогда, у вас здесь еще хоть какой-то вариант есть. Так вот, я с 2005 года, наблюдая за работой оборудования, все равно продолжаю оставаться нейрохирургом, а нас очень мало, поэтому нас приглашают, вот госпожа Наталья не совсем правду сказала, то есть я в Башкирии был не по Могобесту, меня попросили по своей основной работе приехать туда, а Могобестцы, они же хитрые, они когда меня где-то видят, они сразу за руки, за руки, если вы ком к себе отдачут, потому что я немножко про это все знаю, так вот, приходится много ездить по стране, то есть это и своя республика любимая, это Татарстан, это и Башкортостан, это Оренбургская область, и северо-восточный Казахстан, и Мордовия, и Чувашия, и т.д. и т.п. И сейчас меня просто перехватили по дороге с Башкортостана в Татарстан, потому что через магнитазу дорогу ездили, просто вывыкли силком из автобуса и вот сюда заставили к вам, да? Спасибо, Наталья, скажите, потому что врачей моего уровня вряд ли вы когда-то живых еще увидите. Я просто о чем? Ездить приходится много, и вот девочки из Нового Беста посчитали, что за 10 лет моих вот этих разъездов и знаний Нового Бест через мои руки и глаза прошло примерно 7 тысяч таких людей, как вы. То есть те, у кого болит спина, ноги, давление, еще чего-то, еще чего-то. Кому лекарство не помогает, кто отчаялся и кто решил чего-то попробовать все-таки в этой жизни изменить. Ну, давайте честно, когда ты 10 лет наблюдаешь, зачем ты у тебя 7 тысяч клинических случаев наблюдений, уже о чем-то можно конкретно говорить, да? Помогает, не помогает, лечит, не лечит, выздоравливает, не выздоравливает. О чем мы так долго разговаривали? Я спросил, почему аппарат такой здоровенный? Потому что туда пришлось засунуть нескольких докторов, чтобы это стало эффективным. Эффективность я оцениваю на основе 10 лет наблюдений в категории наблюдаем примерно 7 тысяч больных пациентов разными всякими заболеваниями. Мои выводы чисто медицинские в отношении вот этого аппарата. Я вам сейчас их рассказываю. Почему туда удалось засунуть несколько врачей? Вот эта самая большая часть аппарата или кинетико-кинозионная системы для восстановления конгруэнных поверхностей. Поняли, что они будут? Вот поэтому вы это и обозвали массажером. Потому что если вы это будете называть как это называется, вы все с ума посходите на третий день. Вот эта система, она в первую очередь нужна для лечения болезней костно-мышечной системы. И прекрасно справляется с такими болезнями, как остеохондроз, опять же грыжи дисков. Но с грыжами надо быть осторожными, потому что грыжи дисков меньше 8 мм. Это вот не приставайте потом с вопросами, я вам сразу озвучиваю цифры. Вы прошли на томографию. У вас грыжи дисков если есть, просто посмотрите на цифры. Если у вас грыжи диска 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм, вам можно этим лечиться без всяких ограничений. Эффект будет просто колоссальный. Если у вас грыжа 9, 10, 11, 12, 13 мм, то есть сантиметр, вас надо сначала оперировать. Вот здесь начинаются мои разногласия с нугобестом, потому что нугобесте парни отчаянные, они берутся лечить все, я как нейрохирург все равно боюсь. Я считаю, что гигантскую грыжу лучше сначала отрезать, а потом, чтобы другие не появились, можно смело лечить на этом. Но это уже решает вам, будете ли оперироваться или нет, если у вас грыжа больше 9 мм. Понятно, о чем идет речь. То есть первая часть аппарата прекрасно лечит болезни такие как остеоходроз грыжа диска, замечательно лечит такие болезни как остеопороз, прекрасно лечит такие болезни как артрозы, артриты, то есть это больные коленки, суставы, это ДТП. Вот в отношении остеопороза у меня есть один такой очень интересный казуистический случай. Остеопороз это повышенная ломкость костей за счет нарушения увеличения их прочности. Проблема я вам уже сказал. Плохое кровоснабжение кости, да? То есть в основном остеопорозом болеют девочки и в основном в преклонном возрасте. Вот с остеопорозом очень такой смешной случай был. Году наверное в 2010 товарищ у меня знакомый в зал ходит в Многобестовский там в Челнах и звонит приедь пожалуйста бабушка одна шумит а мне интересно правда она шумит или нет ты рассудишь как доктор как бы где правда приезжая в зал там замечательная девица 82 лет от роду кричит вы жулики обманщики там бессовестные как вас земля носят на этих девочек ну не на этих на наших на человеческих вы там вы меня изувечили искалечили вы из меня уродку сделали а я помню эту бабусь она как как каракатица два года назад пришла на четырех костылях два костыля сверху два костыля снизу у нее болость у порос она вся хромая больная косая увечная была на 82 года примерно через год ей стало намного лучше она забрала кровать вот домой там мат еще чего все домой тащила а тут что-то прямо ругается обманули изувечен бабусь подожди ты же на четырех костылях ходила чем ты недовольна вот эти бесстыжие они из меня инвалидку сделали и меня покалечили я говорю что случилось я тебе ногу из-за них сломал как ты из-за них сломал вот просто вдумайтесь смысл ситуации бабка 82 года остеопороз генерализованный ходить сама не может потому что просто руки ноги не держат все поломается болит начала заниматься на ногах вместе помогло забрала домой дома два года занималась в результате что бабуся настолько активизировалась что у бабуси дома два кровососа это внуки 13 это 18 они бабусь давай планшет давай компьютер давай штаны давай деньги давай макдональд страли-вали фолян-туген давай-давай бабка занялась чем 82 года она пенсия маленькая она начала зарабатывать себе ремонтируя квартиры под заказ и вот эта бабуся тащила на шестой этаж ядро с цементом подвернула ногу и сломала себе ее и пришла ругаться с девчонками вы меня обманули вы мне остеопороз не вылечены у меня нога сломалась я говорю бабусь ты вот бога не боишься ты вот такая каракатица два года назад была в туалет не могла одна сходить сейчас ты цемент таскаешь на шестой этаж и все у тебя все равно все еще виноваты то есть в отношении остеопорозов я вас даже уговаривать не буду девочки я просто видел такие вещи которые даже врачам сложно рассказывать просто не поверят то есть если у кого-то болит спина у кого-то болят ноги или суставы даже извините конечно за грубость я вам знаете что скажу извините за грубость я военный не можно я после фронта контуженный да мне простите вот слушайте меня внимательно я старый больной доктор я 25 лет режу таких как вы вот если у кого-то болит спина если у кого-то болят кости если у кого-то болят суставы то есть ноги крылья хвосты ухи вот из этой области вам на этой планете могут помочь только два человека первый это господь бог но вряд ли вы до него достучитесь и второй это вот этот вот аппарат вот это очень мощная машина я не буду никого уговаривать вот то что я сказал вы услышали вы люди взрослые я старый больной доктор который изрезал вас тысячами вот кто не хочет чтобы его резали кроме вот этого аппарата выхода просто нет я вас не уговариваю я просто статистику бога называю вот я сам был такой же как вы хроменький колченогий спать нему из меня из врача вот эта машина сделала человека если вы мне не верите дай бог вам здоровья идите своим путем я никого не уговариваю то есть первая часть машины нужна для лечения костей и суставов и вот ответьте на такой вопрос девочки кто как называется доктор который должен лечить кости и суставы остеопат нет остеопат это шаман а доктор называется травматолог ортопед все очень правильно то есть первая часть машины это травматолог ортопед замечательно вторая часть машины лечит заболевания сердечно-сосудистой системы желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы такие как гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца атеросклероз хронический бронхит хронический гастрит хронический доденит и т.д. и т.п. как называется доктор который лечит давление легкий желудок терапевт замечательно то есть вторая часть это термокерамическая площадка выполняет функции терапевта третья часть это доп. оборудование то есть это вот этот электронеостимулятор раз плюс проектор 2 они выполняют функцию узкого специалиста то есть для чего нужен электронеостимулятор первая задача электронеостимулятора это обезболить доктор который обезболивает как называется анестезиолог замечательно вторая функция этого аппарата заключается в том что он нормализует работу внутренних органов заставляет их работу правильно но этот доктор называется электрофизиолог потому что вряд ли вы знаете и третья функция этого аппарата он воздействуя на скелетную мускулатуру тренирует работу мышц мышцы во-первых правильно работают силовую нагрузку выдерживают во-вторых тренированная мышца в момент воздействия вот этим аппаратом помогает сердцу качать кровь потому что мышцы это тоже по типу маленького насоса и сердечно-сосудистая система разгружается примерно процентов на 15 то есть электромеостимулятор обезболивает нормализует работу и разгружает работу сердца то есть это получается одновременно обезболивание рас анестезиолог улучшение работы внутренних органов электрофизиолог и тренировка мышц кровеносных сосудов это врач ЛФК да три доктора для чего нужен вот этот аппаратик вот этот аппаратик это проектор узкоконцентрированного инфракрасного излучения он нужен с одной лишь целью для того чтобы дотянуться до наших внутренних глубоко расположенных органов то есть это все что внутри там находится это почки печень сердце легкие крупные суставы мучои пузыри т.д. т.п. почему надо внутрь дотягиваться сейчас я объясню почему надо концентрировать инфракрасное излучение вот господа товарищи ответим на простой вопрос инфракрасное излучение является полезным оно стимулирует регенерацию репарацию тканей какая ткань или какой орган быстрее поглощает инфракрасную энергию здоровый орган или больной здоровый то есть ситуация получается представьте себе дом с беспризорниками там здоровые лбы 16-летние и маленькие клопы там по 3-5 лет 2 недели детдом не кормили потом кто-то в эту банду бездельников бросает буханку хлеба кто этот хлеб первый съест конечно лбы здоровый да вот этим клопам ничего не останется то же самое с организмом когда на организм начинает воздействовать инфракрасным излучением первое его поглощает здоровой ткани потому что там энтерболизм выше там скорость репарации выше там все выше ответим на такой вопрос в наши с вами годы какая здоровая ткань у нас есть все еще здоровая да никакой никакой печени печени точно нет девочки если вы не в курсе в наши с вами годы наша подкожно-жировая клетчатка абсолютно здоровая она молодая красивая у нее все вот у нее дела обстоят лучше всех насместили потому что от плохой жизни не пухнул с годами в нашем организме больше становится только жира жир живет по правилу арбуза живот растет хвостик вьянин да вот жировой клетчатки нашей замечательно она в идеальном состоянии она прекрасна она вот моложе всех молодых она процветает в нашем организме да о больном органе не скажешь что он процветает а подкож у нее курорт прям так вот когда мы начинаем пытаться лечить внутренние органы нам надо пробиться через эту стаю бездельников под кожей и как-то дотянуться до внутренних органов вот для этого придуман проектор он позволяет пробиться через вот эти вот слои жира которые нам в принципе не стоит кормить и как-то полечить наши бедные печени почки, мочевой пузырь легкие и т.д. и т.п. как называется доктор который лазит внутрь за внутренним органом хирург да то есть вот смотрите получается почему этот аппарат такой большой термомассажер индивидуальный лечебно-профилактический ММ-5000 который в простонародье обзывают кровать на самом деле является очень дорогой очень сложной медицинской машиной по ремонту человеческого тела ремонт человеческого тела оно осуществляет потому что в него заложена очень большая выходная мощность поэтому такой здоровенный и плюс реализовано правило реализовано правило больницы то есть одновременно на человека осуществляется ортопедическое воздействие на человека одновременно осуществляется терапевтическое воздействие на человека одновременно осуществляется воздействие методом обезболивания, стимуляции внутренних органов, и при этом есть возможность воздействовать на глубоко расположенные внутренние органы. Поэтому, когда человеческое туловище правильно пользуется этой машиной, болезни человеческого туловища отступают. А болезни я эти перечислил. Это остеохондроз, грыжи дисков, остеопороз, заболевания суставов, болезни сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и дегенеративные заболевания желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Но, девочки и мальчики, избавиться от этих болезней удается только в одном единственном случае. если вот этой машиной пользуются правильно. А правильно это как? Я сейчас вам расскажу. Но начнем совсем немножко издалека. Я надеюсь никого переубеждать в том, что я доктор, не надо. Поэтому я с вами сейчас, вот хохмить перестали, да, я сейчас с вами перейду на очень костный медицинский язык, для того, чтобы вам стало понятно, о чем идет речь. Кто-нибудь в чудеса верит здесь? Вот руки поднимите. Вам к психиатру. Для всех остальных объясняю. Вы в чудеса верите? Нет. Нет, вы не должны верить. Вы должны понимать. Вы верите в то, что за 10 дней у вас отрастет новая нога или новая рука? Нет, нет. Ну и слава богу. Значит вам к психиатру не надо, а этим парням надо. Так, мы о чем? Я о термомассажере НМ-5000. Вот эта вот кровать, очень мощный прибор медицинский. Как правильно им пользоваться для того, чтобы избавиться от болезни костей и суставов, в сердечно-сосудистой системе и т.д. Первое, девочки, запомните простую вещь. Запомните. Вот это не волшебство. Это очень умная, очень дорогая, очень мощная медицинская машина по ремонту человеческого тела. Соответственно, она лечит только те болезни, которые возникли в результате износа нашего туловища. То есть это болезни костей и суставов, сердечно-сосудистой системы, дегенеративной болезни внутренних органов. Эта болезнь не лечит шизофрению, не лечит. Эта болезнь не делает из блондинок бреметок. Эта машина не лечит корез и не меняет цвет глаз. Она лечит кости, суставы и сосуды. Понятно? Поэтому не надо ее применять там, где она неэффективна. И не надо жаловаться, что вот, я хотела как бы от седины избавиться, а мне не помогло. Да, она на это не рассчитана. Она ремонтирует кости, суставы и т.д. Первое. Второе. Если человеческое тело контактирует с вот этой ремонтной машиной, правильно, тогда удается победить дегенеративное заболевание. А правильно это что такое? Первое. Если человеческое тело использует эту машину ежедневно от 4 до 10 часов в сутки. Сейчас я это все объясню. Не надо мекать, сейчас вы все поймете. Ежедневно, надеюсь, не надо объяснять почему. Если вы стареете и разваливаетесь каждый день, вас надо и ремонтировать каждый день. Кто не верит мне, попробуйте не писать и не какать в субботу и воскресенье. В понедельник утром вы поймете, что такое капитальный ремонт. Поэтому ежедневно это вообще как бы не подвергается сомнению. Вы стараете каждый день, вас спасать надо от смерти каждый день. Откуда взялась цифра от 4 до 10 часов в сутки? Я сейчас объясню. Я 10 лет наблюдаю за этим оборудованием, у меня есть возможность на нем стоять всякие эксперименты. Поэтому мы делали как? Мы брали людей с разной продолжительностью воздействия и мерили у них так называемый лечебный эффект. То есть смотрели биометрические показатели, скорость выздоровления. Так вот, оказалось, что, к сожалению, эффективность турманиевого оборудования не подчиняется арифметической прогрессии. А прогрессия там геометрическая для тех, кто понял. Для тех, кто не понял, объясню проще. Ответьте на вопрос. Вот берем вас, лечим на этом час и лечим на этом 4 часа. Разница между вами в лечебном эффекте какая будет? Сколько раз? 4. Ничего подобного. Разница будет в 16 раз. Прогрессия геометрическая. Т в квадрате. То есть время, возводим в квадрат, соответственно, 2 в квадрате, это сколько? 4 в квадрате, это сколько? Не 8. Шашлазный. Я о чем? Наиболее максимальный прирост лечебного эффекта наблюдается на четвертом часу применения оборудования. Ну понятно, что 4 часа на этом никто лежать не будет. Сумасадишь, да? Делается обычно как? 3 раза в день по часу на термомассажере, и 1 час на дополнительном оборудовании. Потому что оборудование существует масса. Вот есть такой замечательный прибор, у них называется второе сердце, допустим. Вам показывали его, нет? Но это неправильное название, потому что он никакой не второе сердце. Вот кто знает английский, он называется Beher. Be это двойной, это не второе по-английски. Почему Beher? Первое Be. Вот второе сердце, это аппарат, который воздействует на обмен веществ внутри тела. То есть он лечит, грубо говоря, обменное заболевание. Самое распространенное обменное заболевание, это сахарный диабет. Поэтому второе сердце наиболее, ну оно не то, что эффективно, первые признаки применения замечают те, кто болеет сахарным диабетом. Сразу, практически мгновенно чувствуют. Если умерить сахар, сахар падает. Это первое Be. Второе Beher. Второе сердце лечит внутреннюю стенку кровеносных сосудов. Ремонтирует, укрепляет и т.д. и т.п. А кровеносные сосуды в какой части нашего тела в самом плохом состоянии? Северо. Не в сердце. В ногах. Потому что там кровь против действия всего тяжести. Поэтому они там рвутся, лопаются. И кто не верит, ну на ноги свои, посмотрите. Сколько у вас сосудистых звездочек там и на лице. Вся разница. Ноги, сосуды ног в самом печальном состоянии, а это 40% кровотока. Поэтому второе сердце сделано в формате воздействия на ноги. Потому что там сосуды самые плохие. Восстанавливание сосудов здесь восстанавливается во всем толщине. Простой пример. Три раза в день по часу на термомассажере. И час, допустим, на втором сердце. Эффект колеса. Организм в идеальном состоянии. То есть максимальный. Вот, понимаете, просто я не говорю, что час в день это бесполезно. Час в день это полезно. Но самый максимальный. Это для тех, кто халявщик, и кто хочет побездельничать, кто хочет быстренько умереть. Для вас час. Кто хочет реально стать здоровым человеком, надо хотя бы 4 часа. Помните, правда? Вот давайте, знаете, как договоримся. Я вам рассказываю вещи, которые я видел у людей, которые занимаются правильно. А правильно это те, кто пользуются дома. Потому что, давайте честно, 4 часа в зале дурачиться вам никто не даст. Если честно. Поэтому я рассказываю про людей, которые пользуются дома. В зал вы ходите, молодцы, замечательно. Но залы существуют не для лечения. В зале... Но я, правда, не знаю, как у вас в Челябинске. У меня там, я запретил такие вещи делать. Там сразу говорят, мы не лечебница, мы не больница. Мы демонстрационный зал. То есть вы приходите в много без для того, чтобы понять, можно вам еще помочь или нет. То есть кому становится лучше, да. Вас можно сделать абсолютно здоровыми. Вам показывают, как это делается в течение где-то месяца-двух. Вы пользуетесь, замечаете эффект хороший. Хочешь быть здоровым, забирай домой. Хочешь ходить, ходи, но тогда извини, не приставай, почему. Это не прошло, почему-то не прошло. Залы это не лечебница. В зале эффект 16 раз меньше, чем в домашних условиях. Имейте ли? Поэтому я рассказываю так, как должно быть правильно. Так как вы хотите, это бог вам судья. Как посмотреть сами. Но тогда не ждите, что вы там чего-то добьете грандиозных результатов. Итак, 4 часа в сутки это минимум, с которого начинается резкий подъем лечебного эффекта. 10 часов это максимум, который можно выжать из оборудования. То есть поймите простой вещь, девочки. Ты не знаешь, что 10 часов прозанимался, а дальше вредно. Ни в коем случае. Ну откуда эта цифра? Это вот меня девочка одна как-то спросила. Ну молодые же всегда торопятся, да. Это же нам, старикам. Ну вся жизнь впереди еще. А у них же вот она завтра кончится, им прям сразу надо бездорогие. И вот одна девочка у меня как-то размешила. А если 24 часа, говорит, сутки пользоваться, что будет? Ну нам стало так интересно. Мы начали мерить пролонгированный эффект. Ну то есть мы получили первую цифру, 4 часа максимальный эффект и успокоились. Но мы начали мерить дальше и получили, что после 10-го часа применения лечебный эффект не нарастает уже. То есть вот он нарастает с 4 до 10 часов. Потом нарастание не происходит, наступает плотнофаза. Чтобы стало понятно, о чем это. Вот лошадь может бежать 40 километров в час. Вот она разогналась до 40 километров, ее потом хоть бей, хоть забей насмерть, она быстрее не побежит. Так же и тело человека. После 10-го часа простимулировать его уже невозможно. Все, что можно настимулировать, настимулировать. Это самый максимальный эффект на 10-м часов. Но 10 часов это с ума садишь, целый день, да? А максимальный эффект в ночь? Я люблю блондинок, но вы всегда бежите впереди паровоза. Поэтому отсюда получается максимальный эффект это 10 часов. Как его получить? 10 часов в течение дня невозможно, потому что на жизнь времени не останется. Поэтому самое простое решение, до которого мы додумались, это 3 раза в день по часу на термомассажере и ложимся спать на турманевой керамике. На керамике вы хотя бы 6 часов проспите в любом случае, поэтому 6 плюс 3, 9 часов практически максимально эффективно. Поэтому самые максимальные результаты получены у тех, кто не меньше 3 раз в день пользуется термомассажером и кто плюс еще спит на турманике. Вот у тех вообще the best просто идеально все получалось. Так это первое правило, ежедневно от 4 до 10 часов в сутки на разных видах оборудования. И второе правило, это через 1,5-3 года мы получаем выраженный клинический эффект. То есть, я к чему рассказываю про 1,5-3 года? Я вам сказал, что я доктор, я не шаман, не волшебник, не кашпировский. Девочки, если кто-то обещает вас вылечить за 10 дней, извините, это либо жулик, либо у него нет медицинского образования. Потому что любой доктор на этой планете знает, что для какого-то более-менее эффективного воздействия на любой хронический процесс, необходимо затратить времени не менее 10% от длительности заболевания. Поэтому, если у вас, извиняюсь, спина болит 20 лет, то у вас и лечить более-менее надо минимум 2 года, чтобы привести в какое-то человеческое состояние. Если 20-летнюю спину кто-то за 10 дней вылечит и обещает, ну, дай Бог вам здоровья. Человек, скорее всего, просто машина. Так не бывает. Поэтому, ежедневно от 4 до 10 часов в сутки на турманевом оборудовании, через 1,5-2-3 года мы получаем вот такое улучшение здоровья. То есть, для тех, кто не понял, я объясню еще проще, чтобы стало понятно. Берем старую больную колченовую бабку в 60 лет, да, 3 раза в день на кровати плюс ложим спать на турманевой керамике. Вот так каждый день на бабуси и гуси действуем. Через 3 года на выходе получаем молодую красивую 40-летнюю девку. Наступно объясню? Да. Замечательно. То есть, поймите простую вещь. Господа, товарищи, вот это очень мощный, очень дорогой медицинский прибор, который на самом деле никого ни от чего не лечит. Он ремонтирует наше с вами туловище. При правильном применении, то есть, это несколько раз в день плюс желательно еще ночью, через 2-3 года он ремонтирует наше тело, возраст минус 10-15-20%. Вот и смотрите сами, да. То есть, старушек превращает в нормальных, дееспособных людей. То есть, чтобы стало понятнее, еще проще объясню. Вспомните себя минус 20-30 лет назад, что у вас болело тогда и в каком состоянии была работоспособность ваша тогда. Вот этого результата, вот этот аппарат позволит вам добиться в течение полу-про-двух лет. Понятно? То есть, вот я искренне считаю, что минус 20 лет назад вам нравилось, наверное, больше, чем сейчас. Я вас не уговариваю, я вам вот все, что я вам рассказал, я это знаю как бы по таким, как вы и по себе. Потому что вот я пользуюсь 2007-го года, вот кто близко сидит, может быть, видите, я был такой раньше очень красивый, я был чистого белого цвета, как горный снег, да. А сейчас я стал немножко пляшим, потому что у меня волос белый, волос черный. Это вот с весны у меня болело, надо мной супруга сейчас очень сильно смеется по поводу этого, да. Ты, говорит, как это, как индейская лошадь, пляши пекинский такой. С тобой на пляжках будут. Но зато типа, если в черненьких совсем станешь, то с тобой хоть на пляж не стыдно будет сходить. Потому что у меня супруга на 17 лет меня моложе, у него младшему сыну 3 года всего, а я очень старый человек. И в принципе, в мои годы проблема у нее со мной, а не у меня с ней. Потому что ей от меня приходится прятаться, это ей приходится рассказывать мне, что у нее голова болит. А вот у моих друзей все совсем наоборот. Вот молодые поняли, о чем я говорю. Ну, бабушкам-вторушкам это. Это давно уже, как скажем, забытая тема, да. То есть здесь вот мальчики еще сидят, я больше для них это рассказываю. Мое тело работает так, как оно работало в 30 лет, мне это очень нравится. Еще больше нравится моей супруге, как бы, потому что если мне 30, получается она у меня старше, как бы, то есть и я беднее уже становится. Вот. Это в отношении вот этого аппарата. То есть понятно, да, никакого чуда нет, лечит по всем законам физики, химии, биологии, но это будет, приготовьте сразу длительно, полтора-два-три года, если вы будете правильно применять. То есть это несколько раз в день и обязательно спать в турманной керамике. Вот тогда вас удастся отремонтировать. Все достаточно просто. Вопросы какие-то по многобесту остались? По-моему, все доступно объяснено, да? Да. Теперь переходим к вопросам и ответам вообще, но я сразу хочу внести ясность, потому что Магнитогорск я вижу первый раз в жизни у вас, да? Поэтому внесем сначала некоторую ясность. Я не ваш новый Магнитогорский доктор. У вас здесь своя здоровенная районная больница. Поэтому не приставайте, пожалуйста, ко мне с вопросом. У меня жужжит в левом ухе, чем я болею. Я не знаю. Поликлинику обследуйте с того. Поэтому не будем играть в угадайку, не спрашивайте меня вот здесь вот это, что это за болезнь, да? Я вам сразу буду извинить и буду грубить, потому что для этого у вас есть больница. Я здесь только с одной единственной целью. Внести ясность в ваше понимание, как вот эта техника сможет изменить ваше состояние. Понятно? Поэтому сначала мы с вами разберем те вопросы, которые всегда, всегда и все, все задают однозначно всегда. Потому что это вы меня первый раз живо увидите, а я как бы очень много пользователей увидел. И у вас страхи и сомнения у всех одинаковые. Вопрос первый, который всегда задают везде. Доктор, все понятно, все замечательно, но я так не поняла. Мне можно греться на мугобесе или нельзя греться на мугобесе? Железно сейчас. Девочки мои хорошие, поймите простую вещь. Я хоть полслова сказал, гене, грелка греться греет. Сказал, это аппаратура, которая лечит с помощью аэронизации магнитного поля и инфракрасного света. Никакой грелкой она не является. Вас вводят в заблуждение всякие слова, типа прижигания, температура 70. Это все неправильный перевод с корейского, потому что это придумывали корейцы. И не все корейские слова в нашем языке есть. Поэтому пришлось всякую оккультурить. И плюс вас еще пугает температура там 70, 50, тра-ля-ля. Господа, это просто разные единицы измерения. Корейцы меряют свет в градусах, а мы тоже неправильно. Мы меряем свет в ватах. А кто знает физику, свет надо мерить в светопотоке. Это алюмина на квадратный метр в секунду. Поэтому это разные единицы. Кто не верит мне, что это не грелки, проведите простой эксперимент. Заинский так называемый эксперимент. У меня там городишко Заинский. Ну это шутка, конечно. Не надо так делать. Вот в Заинский я дошутился, там взяли, буквально меня восприняли. То есть, кто не верит в то, что это лечит светом? Если это греет на 70 градусов, значит оно у вас должно нагревать на 70 градусов. Правильно? Да. На 70 градусов должно нагреваться все остальное. К сожалению, тело человека получает ожоги с температурой 57 градусов. То есть, проведите простой эксперимент. Включите вот это на 70 градусов, возьмите сковородку, нагрейте на плите на 70 градусов. Вот так рядом положите, вот так сядьте. Потом подойдите к зеркалу и посмотрите, в чем разница между теплом и светом. Понятно? Это не грелки. Но, девочки, это шутка. Не надо так делать. Вот, в Заяцке я поняли буквально. Один дядчик там сел, 100 километров ехал, показать не что. Доктор, не обманул, правда? Это не грелка. Это не грелка. Ничего вы себе не нагреете, не бойтесь. Отсюда следует вторая ваша легенда. Доктор запретил греться, потому что я себе нагрею онкологию. Раз это не грелка, на онкологию это не действует никак. Ни тепло, ни холодно, вообще никак. Поэтому, если эти ваши любимые всякие онкологии у вас, там, да, какие-то, которые онкологиями не являются, в принципе. То есть, это ваши любимые кисты, мастопатии, липомы, фибромы, полипы, всякие. И что там еще у вас бывает? Все, что у вас растет, да, за исключением рака настоящего. То есть, вот рак сюда нельзя вообще. Не потому, что это как-то на рак действует, а потому что рак, он не излечил. Больной с раком умрет. Больной с раком всегда хватается за соломинку. С удовольствием пользуется все, до чего может дотянуться. Начинает заниматься ногобестом. Ногобест рак не лечит. Ногобест ремонтирует тело. Отремонтированное тело сопротивляется раку лучше, чем обычное. Человек чувствует улучшение. Начинает верить в то, что у него рак прошел. Начинает активно это рекламить. Потом все равно от рака все-таки умирает. И все вокруг говорят, ну, гобест его залечил до рака. Ну, гобест ему рак, это не смешно, так и происходит. Потому что пациент онкологически не ходит, не орет по улице. Я больной раком. Он говорит, я болел, мне помогло. А потом раз, умер, оказывается, умер от рака. И все, его на гобе зажарил, до рака налечил. Поэтому я своим просто запрещаю пускать онкологические банки. Если онкологический приходит, ему сразу объясняют. Пользуйся, ради бога, проживешь дольше. Но никому не рассказывай, что ты вот это, вот от этого получил рак. То есть я требую, чтобы онкологические сразу, честно, признавались своим знакомым, что, да, у меня есть рак, мне вот это, как бы, никакой рак не приделал. Потому что аппаратура замечательная, помогает прекрасно. Но вот за счет вот таких вот ситуаций начинает рождаться черный пиар в отношении его. И народ начинает всякие легенды рождать. Никакой онкологии отродя здесь на этом не получилось. Наоборот, даже доброкачественная онкология чаще всего на этом проходит. Потому что причина всяких кист, фибром, липом ваших в чем? Иммунитет проспал эту опухоль, а иммунитет живет в костях, если вы не в курсе, в красном костном мозге. Аппарат прекрасно ремонтирует кости, прекрасно чувствует себя иммунитет. Взбодрившись иммунитет, охотит все эти ваши липомные полипы и, как правило, отгрызает их навсегда. То есть на этом онкология либо проходит, либо никак. Никакая новая не вырастает. Поэтому первый вопрос, это не грелки, это светилки. Перестаньте пугать врачей, ходить к ним с дурацкими вопросами. А мне можно греться на многобестие? Врач вам запретит, потому что греться вредно. А вы задайте правильно, скажите, доктор, мне можно полечиться на инфракрасном оборудовании с помощью инфракрасного света? И послушайте, что доктор вам на это ответит. Первое. Второе. Никакой онкологии за 10 лет ни у кого не выросло. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что Магнитогорск это богом забытое место. Что вот в осей стране не выросло, а здесь у кого-то вырастет. Перестаньте бояться, никакой онкологии нет. Это второй вопрос. Вопрос третий, который всегда обычно задают, но это новенький. Это вопрос об обострениях. Доктор, доктор, что-то я начал пользоваться, у меня как-то заболело, что-то я как-то сомневаюсь. Кабо меня это не изувечивал до конца. Так, господа товарищи, никаких обострений на самом деле на оборудовании не бывает вообще. Это опять неправильный перевод, и консультанты вам всякие сказки начинают рассказывать. Я вам объясняю как доктор. Никаких обострений на оборудовании не бывает вообще. То, что называют оборудованием, это два клинических синдрома, которые, скорее всего, должны быть обязательны. Первый синдром клинический – это болевой. То есть, когда он начинает пользоваться, начинает болеть спина, рука, нога. Есть такие, да? С чем это связано? Вот здесь есть кто-нибудь, кому вправляли хотя бы раз в жизни вывихи или переломы? Есть такие? Есть. Есть. Больно было? Больно, да? А вот что лучше, вот это больно при вправлении или вообще не вправлении? Лучше больно, но что вправилось, да? Потому что не вправленное болит еще сильнее. Это я к чему рассказываю? Ваши кости болят, потому что за 20-30 лет они валяются не там, где должны лежать. Ваше тело разваливается, потому что ваши кости и суставы черти знает где только там, а не там, где должны быть. Поэтому первое, что делает вот эта машина, машина собирает ваш скелет в то, что это должно из себя представлять изначально. То есть, первое, что делает машина, она ставит ваши кости и суставы в то положение, в каком они должны находиться. Естественно, это по типу вправления вывиха, механизм, да? Естественно, это больно. Но поймите просто, то есть, пока все на место не встанет, вылечить вас не получится вообще никак. Поэтому болевого синдрома не бойтесь, он говорит только об одном, что вы свое тело изнахратили, да, невозможно в какой степени. Это подойдите к зеркалу себе и скажите, спасибо тебе, любимая, за вот то, что приходится переживать, да? В этом не кровать виновата, а вы сами запустили себя за так. Но здесь есть большой плюс, потому что чем сильнее болевой синдром, тем лучше, значит, будет эффект дальше. То есть, как бы, имейте в виду, потом будет эффект вот такой. Не бойтесь, главное перетерпеть. И второе правило, чем лучше исходное состояние, тем меньше, как бы, вот этот первичный. Потому что у тех, кто здоровый, у них не болит вообще. Поэтому еще большой вопрос, кому стоит завидовать, у кого заболело, нет. Потому что, я говорю, у меня супружница, она пипетка маленькая, да? Вот когда у него кровать виновата появилась, а это было, когда, 7 лет назад практически, она совсем пипетка еще была. Когда начали пользоваться, она такая, а что ты орешь, когда на ней лежишь? Оно же совсем, оно приятно, оно же не больно, да? Я говорю, ты молоденькая эти, там, 16 лет плюс-минус 10, да? А я-то старенький уже, вот мне больно, тебе нет. То есть, она, тем более, она спортсменка, у нее не болело, вот черт. То есть, понимаете, простая речь. Боль – это признак того, что вы начали заниматься тем, чем надо, но, к сожалению, до этого вы были в очень плачевном состоянии. Это первое, поэтому никаких обострений нет. Поэтому, когда заболело, не пугается, то он начинает заболело, и начинает как зайца разбегаться, да? Ну, ради бога, ну, имейте в виду, вы убегаете здоровыми, да? Нет, вы убегаете больными, поэтому надо пользоваться, чтобы перетерпеть. И второй синдром, который называется дисциркуляторным, это когда пользуется, но это обычно бывает уже немножко позже, то есть, это обычно, там, месяц, два, три у кого-то, год. Это когда вдруг начинает давление скакать туда-сюда, там, краснеет, желтеет, синеет, и всякое. То есть, с организмом что-то непонятно начинает происходить. Это я вам про вот эти состояния не говорю. Это дисциркуляторный синдром, он связан с чем? Почему? Вот когда-нибудь ногу отсиживали вы? Вот пока ее сидишь, она не болит, да? Она болит, когда встаешь. Почему? Потому что из отсиженной ноги начинает поступать в кровь всякая пакость. А если она не заболела, значит, совсем все плохо, надо отрезать, да? Так вот, Павелик Простович, за ваш период жизни в вашем теле нарушается кровоснабжение много где. Кровать стимулирует кровоток, улучшает рост новых кровеносных сосудов, повышает текучесть крови. Поэтому кровь начинает циркулировать везде, даже там, где 20, 30, 40 лет не было. Соответственно, там, где не было нормального кровотока, там накопились кучи грязи и всяких шлаков. Кровь начинает это смывать. Это надо, потому что эта грязь вас убьет. Но эта грязь, попав в общий кровоток, начинает давать вот эти проявления, скачки давления, боли тут, 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 там, покраснения, почесухи всякие, зудения. Имейте в виду, когда вот эта вся грязь из вас выведется, тогда у вас это закончится. Выведется у всех. Все очень просто, не бойтесь. Это вот вопросы, которые задают себя всегда. Это не грелка, это светилка, онкология никак на этом не растет. Не бойтесь, никаких там побочных эффектов в виде там обострения, ничего на этом нет. Все это просто признаки того, что вы, к сожалению, очень больные, очень хромые, очень колченогие, когда начинаете заниматься. Но я скажу еще проще, чтобы стало понятно. Господа, товарищи, я нормальный доктор, психически выменяемый, я немного без. Я 10 лет наблюдаю за работой вот этой машины и что она делает с вами. За 10 лет пока никому не удалось убить себя на этой машине или как-то покалечить. Это в отношении ваших вопросов. Если какие-то остались. Если кому-то из вас это получится все-таки сделать, я вот обещаю просто, я возле вашего подъезда поставлю бюст, ваш рост размером из натурального гипса. Но я очень сильно сомневаюсь, что вам все-таки кому-то удастся как-то себя изуродовать, изувечить или покалечить этой машиной. Это технически невозможно. Понятно, о чем я рассказываю? Так, говорил долго нудно, наверное, все в голове перемешалось, поэтому в двух словах напомню, о чем шла речь. Первое. Если вы болеете чем-то давно, вылечить вас невозможно, потому что пилюлик от вашей болезни нет. Основная ваша болезнь называется возраст. Вас можно только отремонтировать. Отремонтировать вас очень дорого. Самая дешевая запчасть 200 тысяч рублей, имейте в виду. Поэтому мы, врачи, придумали нечто другое. Мы придумали машины, которые ремонтируют ваше тело целиком. К сожалению, они тоже получились дорогие, потому что они требуют применения сверхдорогих технологий. Дешево сделать это не получится. Но машина хороша чем? Машина ремонтирует все тело целиком. Поэтому, если вы правильно применяете, то есть каждый день, несколько часов в день, через 2-3 года, машина ремонтирует ваше тело так, что ваше тело начинает работать на 20-30 лет лучше, чем на данный момент. Если кто-то боится, что она как-то навредит, ну извините, ребята, вам психиатру надо. Потому что молодость еще пока никого не убивала никогда. Поэтому, если кто-то боится, ну, я вам помочь уже никак не могу переубедить. Все, что я сказал, сказал. Кто не боится ради... Сейчас, секундочку. Ради Бога, применяйте, все будет замечательно, будете молоды, здоровы, красивы. Теперь вопросы. Да. Уважаемый Светлана Светлана. Не надо подлизываться, я не люблю садиться. Скажите, пожалуйста, если полностью удалена щитовидная железа, можно пользоваться оборудованием? Замечательный вопрос, я вот про него забыл сказать. Так. Это вопрос звучит как обычно. Как пользоваться оборудованием, если у человека были операции, если у него удалены какие-то органы и стоит металлоконструкция в теле? То есть, что-то инородное в теле находится. То есть, это вот у вас какие вопросы могут быть, да? Я скажу следующее. Оборудование можно применять без ограничения абсолютно, если с момента выписки из больницы прошло более 30 суток. Потому что, вот я недорассказал, мало времени, потому что цыгель-цигель, я люлю, самолет уже ждет, пора улетать, поэтому я отравлюсь. Сказал, буду говорить быстро, да? Девочки, я вам просто скажу по-простому, кто до сих пор так и не понял. Оборудование ремонтное. Оно ремонтирует все, в том числе и острые болезни. То есть, скорость выздоровления после тяжелых болезней, либо после операций, вот на этом оборудовании увеличивается от 3 до 5 раз. Объясню по-простому, что. Я лучше всего знаю травмы и инсульты. Травма заживает в 3 раза быстрее на этом. Инсультник, то есть, если с головой что-то случилось, он года 3 восстанавливается, читает, писает. На этом оборудовании они точно такие же больные восстанавливаются за год. Если мы чего-то у кого-то отрезали, оборудование позволяет отрезанной части восстановить функцию максимально, насколько эта часть может. В отношении металлоконструкции машину можно применять без ограничений, но я ее не рекомендую своим больным применять на место самой металлоконструкции. Знаете почему? Из какого металла сделан металлопротез, знает только Господь Бог и те худвебины с улицы Тянь-Аймин, которые это точили напильником. Выточили из хорошего металла, ничего не будет. Выточили из некачественного, а оно сломается. Сломается вы будете обвинять кровать. Кровать ни при чем, виноват тот, кто предоставил протез даже не враче, а производитель, который знает, что он просто обманул. Поэтому, чтобы перестраховаться, я как бы не рекомендую. Но будете пользоваться, я не вижу противопоказанных. Замечательно. Да, еще один вопрос. Вот вопрос. Официальная медицина запрещает греть, допустим, калерные суставы? Я же говорил. А здесь вот в накладке, допустим, это специально изготавливать для прогревания. Вы имеете ввиду турманевые наколенники? Да, турманевые наколенники. Замечательно. Я жду, я блондиновую доску. Еще раз повторю то, что я сказал. Первое. Это не грелки, поэтому оно не греет. Второе. Наколенники – это не грелки. Наколенники – это концентрируют, если вы имеете в виду, правотогены, которые чашками танкисты еще называют. Вот эти вот наколенники – это аппараты, которые концентрируют инфракрасный свет внутри коленного сустава. Они лечат светом. Поэтому, если вы до сих пор считаете, что вас греют, я попрошу консультантов, купите гражданину очки, вклейте бумажки внутри, напишите внутри на бумажке. Это не грелка, это светилка. И вот пусть неделю носит. Потому что, я так понимаю, с блондинами сложно. Им не надо один раз греть, не пойму. Им надо раз 350. Извините, я вас не оскорбляю. Это не грелки, не бойтесь. Потому что, вот врачи говорят, правильно врачи говорят, потому что вы приходите, я вчера грелся на многобестии, мне отвечал, конечно, доктор запретил. Это не грелки. Вы греетесь в бане, в печке, возле батареи. Не верите мне, вот очень сильно рекомендую всему коллективу, данному гражданину провести зайский эксперимент. Чтобы он не баламутил мост. Всем устали. Это хорошо, еще один вопрос. Да. Если мне баламут, так я не... Нормально. Нет. Вы нормальный человек. У меня, допустим, в дне приобрел турманевый мак. Да. И вот при какой температуре, если я, допустим, ложусь спать на этом огромном месте, при температуре даже 40 градусов, то у меня получается так, и большое неделю не делают, получается учащенное сердцебиение. А это же тоже для сердца вредно. Замечательный вопрос. Замечательный вопрос, я сейчас на него отвечу. Это вот опять же, извините, я как бы тоже упустил, это вопрос из разряда. Вот как вы, доктор, поете все красиво, все понятно, но как вот мне, любимый, красивый, на какой конкретной температуре, чего как лежать, да? Объясняю, девочки. Я не знаю, как здесь у вас, я с другого региона, но у нас понятия какая-то конкретная температура не существует. Потому что у нас первое, что объясняют в залах, это следующее. Не надо привязываться к температуре вообще. Учитывая, что это световой прибор, значит, он дает определенное количество световой энергии, которая тело поглощает. Тела у нас мало того, что разные, они еще в каждый момент времени требуют определенной... О, умерла, так умерла. Ладно, но уже не суть важного начинается. Два, два. Наше с вами тело требует в каждый определенный момент энергии, в каждый определенный момент времени определенное количество энергии. Поэтому у нас там сразу говорят, про температуру даже не спрашивайте, температура правила какое. В данный конкретный момент надо пользоваться той температурой, которую хочется в данный конкретный момент. Я вам объясню. Это правило аккумулятора. Аккумулятор будет разряженный и не очень. И чтобы его зарядить, требуется разное количество энергии. Поэтому перед тем, как ложась спать на турмане или керамике, вы просто задайте себе в голову вопрос. Так, на какой температуре я сегодня хочу спать? Голова вам ответит, потому что самый надежный датчик это ваше туловище. Он вам скажет, сегодня 37. Чик 37 и бай. Да? Скажет 70. Ну, значит, вот разрядилась батареечка. Да, надо подзарядить ее. Поэтому... И вообще, как бы на будущее, объясняю основное правило пользования многообъездом. Девочки, перестаньте цепляться судорожно за схемой, которую вам кто-то предлагает. Ваше туловище, это ваше туловище. Оно отличается от туловища консультанта, тем более отличается от туловища вашей соседки. Поэтому самое правильное применение, это применяйте так, как вы думаете, что вам надо применить. Это самый правильный вариант. Потому что за 10 лет я насмотрелся такой фантастики, про которую говорить просто нельзя. Простой пример. Город Можга, в Удмуртастане, да? В этих Можгах тетенька, бронхиальная астма, тяжелейшее течение, постоянно, каждый там, 3 месяца попадает в реанимацию с астматическим статусом. Поставила дома кроватку, вроде лучше. Потом что-то психанула, взяла вот этот вот миостимулятор, к груди примотала шарфом и врубила. И у нее астма прошла. Так делать категорически нельзя. Никто так не делает. Вас убьет, скорее всего. Но вот у нее прошла астма, ей понравилось, ей муж прилабунил. Шнур там метров 30, и она гоняет по всей квартире на это миостимулятор. Сутки висит, у нее астма нет, да? Так делать нельзя. Это против всех законов медицины. Здесь сердце. Миостимулятор должен убить. У нее вот так, да? Поэтому я еще раз повторю. Ставьте на себя эксперименты, не бойтесь. Пробуйте так, как вам хочется. Скорее всего, это самый правильный вариант применения обороны. Вам про это? Чудненько. Поэтому не бойтесь, девочки, да? Скажите, а прижиганием как часто пользуются? Да нет, ну, блондинки. А столько, сколько хочется. Хочется целый день прижигаться. Прижигаетесь, не хочется. Да. Вы сидите, матушка, сидите, сидите. А где стимулятор пожара будет стоить, можно? Можно применять абсолютно без ограничений. Единственное, только нельзя на грудь применять. Миракл и миостимулятор зеленый. Все остальное без ограничений замечательно будет. Скажите, вот, глаза, вот у меня отслойка сетчатки и вообще... Вот, девочки, вот эти вопросы, те, которых я стараюсь всегда избегать, вот, во-первых, я не нейрохирург, я не офтальмолог, да? Первое, пояснили. Второе, это вот про катаракты я вам тоже рассказываю. Я нейрохирург, я не офтальмолог. Поэтому, вы же от меня перестаньте из меня тянуть жилы, вы изменяете антигарантии. Гарантирую нам, что у меня... Вот в отношении глаз я могу сказать, что никакие гарантии вообще. Единственное, что люди, которые пользуются 50 на 50 примерно, да? То есть, кому-то лучше, кому-то вообще никак. То есть, единственное, что я могу гарантирую, что хуже вам не станет. В отношении лучше, не лучше, не знаю, ни глазник, опыта применения нет. Единственное, то, что люди сами говорят, стало получше многим. Ну, механизм тот, что в здоровом теле здоровый дух, да? Это отремонтированное туловище и глаза, и всякие уши, и крылья. Врожденное заболевание. Врожденное заболевание, это вот опять же конфликт интересов, да? То, что, извиняюсь, я иногородний доктор, у меня там технология простая. Мы не лечим врожденную гадость. Оборудование, еще раз повторю, изначально рассчитано на ремонт человеческого туловища. То есть, оно эффективно там, где что-то можно отремонтировать. Врожденное заболевание изначально подразумевает под собой, что человек с этим родился и вряд ли ты это исправишь. Я к чему это рассказываю? Наши многовестовцы не занимаются айболитидизмом, так называемым. Они не пытаются вылечить то, что они в состоянии вылечить. Извините, я иногородний. Есть болезни излечимые и неизлечимые. Когда человек начинает обещать полечить чего-то, чего не в состоянии вылечить медицина, скорее всего его просто обманывают. Поэтому я у себя там категорически против, и я борюсь с этим. Потому что, давайте честно, с врожденными болезнями сколько людей вы знаете? В тысячах человек. Сколько вы знаете людей с больными ногами, спинами, сердцами? В тысячах. Тысячи, да? Лучше помогать тысячам, чем давать надежду одному кому-то, кому помочь. Поэтому для того, чтобы просто людей не баламутить, но обычно врожденная болезнь это как? У мамы родился ребеночек, больной, она ищет чудо, она готова на все, лишь бы только ребенку помочь. Приходит в зал, начинает задавать вопросы и говорит, ну да, помогает, мать ради ребенка готова на все. Ребеночку не помогает через 2-3 года, мать превращается в страшнейшего противника. Это банда жуликов, обманщики наобещали, не сделали. Негатив чернейший работает в минус. Поэтому я честно говорю, лучше маму с ребенком сказать нет. Одна мама уйдет, зато 20 девочек с больными спинами, с больными ногами получат облегчение, проблем не будет. То есть вот это к тому, что надо лечить только кто на что рассчитан. А вот если нет кровати, а 10 часов на мате не будет? Нет, я люблю гладить. Это вопрос из разряда. Вот мне надо в Турцию, туда надо лететь на самолете, а если я поеду на велосипеде, я дойду или нет? Наверное, да. Но вопрос, когда? Не надо пытаться перехитрить физическое течение событий. Атеросклероз мы услышали, будьте добры, но Габест и заболевания нервной системы. Заболевания какие? Заболевания бывают разные. Ну вот имеется, негастазм, что ли, мегастазм какой-то лицевого нерва. Забыла? Траничный нерв. Нет, траничный нерв это якобы поставлен. Блефороспазм, наверное, вы имеете? Нет, короткое слово, негастазм лицевого нерва. Вы просто, я не знаю, что это за мебель. Я знаю блефороспазм. Я понимаю. Так вот, два вопроса девочки задали очень интересные, потому что они из области фантастики немножко. То есть я объясню почему. С точки зрения официальной науки заболевания, что траничного нерва, что лицевого не лечится вообще никак. Я нейрохирург, сто лет этим занимаюсь. Я железно всегда знал, что когда приходит траничный нерв и лицевой, целую их лоб, заворачиваю обратно. Лечить бесполезно. С точки зрения официальной. Я всегда так относился. У меня есть несколько случаев, в которых лицевой нерв удалось восстановить. А это с точки зрения науки вообще невозможно. А траничный нерв прошел практически у всех. Но, еще раз повторю, там я не занимаюсь такими вещами, у меня больше спина как бы. Поэтому там система целая, очень такая сложная, всего этого лечения. Вот эти замечательные результаты получили в городе Ижевск, это Удмуртастан. Потому что у меня в республике таких просто в зал напускают, чтобы в голову говорить. Удмуртастанцы они занимаются такими вот. Если вам интересна схема применения, да, это вежливо попросите консультатов, выйти на Ижевск. И у них узнать, как они там вот этот траничный нерв и лицевой как бы лечат. Да, у них успехи очень хорошие. В зале многобысти? В зале это делать бесполезно. Там просто, понимаете, консультанты, они, понимаете, вот правильно работающий консультант, это кто? Человек, который собирает информацию. То есть, если человек добился какого-то результата, они у этого человека выясняют как. То есть, вот я не знаю, как у вас здесь, у нас консультанты звонят домой, узнают, интересуются у людей, помогло, не помогло, если помогло, то как? То есть, не в плане того, что играет в доброго дядечку, да, а в плане сбора информации. Потому что консультанты, понимаете, простой вещь, вы к консультантам относитесь почему-то, но здесь, не знаю, а в других залах консультант воспринимают как официантов в ресторане. Эй, горсон циги-кциги, ля-лю-лю, да? На самом деле, кто такой консультант? Консультанты такой же гражданин Российской Федерации, как вы, но у которого есть интерес вот с помощью вот этого как-то изменить, в первую очередь, свое здоровье. Потому что вот у нас консультантами работают те, кто полечили сами. И у человека любопытство пролонгируется дальше, он пытается собрать, вот, наших максимум информации, пытается собрать по основным группам жалоб, потому что, давайте честно, это вам каждому кажется. Ой, у меня только болит здесь, у меня здесь, я одна такая на весь земной шар, да? Когда у вас в тысячах начинаешь измерять, спины болят, у тысяч, лицевые у тысяч, коленки у тысяч, из этих тысяч начинаешь выделять 200-300 ног, болят одинаково. Группируешь их вот так, и консультанты начинают собирать информацию о каждом, да, и потом выводятся какие-то среднестатистические, да? То есть при больной коленке, вот сочетание вот таких видов оборудования, при больном этом, сочетание таких видов оборудования, еще что-то. В зале, вот, вы так и не поняли, кто пришел в зал лечиться, вас никто здесь ни от чего не вылечит. Потому что вылечить вы только... Приобретем. Несколько раз. Ну, я не приобретем, я не об этом, я о том, что хотите получить реальные результаты, количество воздействия оборудования должно быть не менее 4 часов в сутки. То есть вы же можете в зале здесь остаться, да? В стену полтергейстом впитаться, как думать? Консультанты дома, в раз, шмыкай стены и давать валяться всю ночь. Ради бога, не вопрос. А так, по идее, как это должно стоять дома. Как вы дома получите, это уже ваши личные проблемы. Но то, что я сказал, помогает, это происходит дома, в первую очередь. Три года в отпуск нельзя ездить. Три года в отпуск ездить, не ездить, понимаете, существуют всякие другие штуки. То есть, допустим, у них есть вот эта замечательная машинка, называется пояс Miracle, вот там на зарядке лежит. Я ее бесконечно люблю, потому что это одно из самых любимых мной изделий турманиевых. Потому что, во-первых, как всем, ну это любовь к халяре, да? Он маленький, карман помещается, а помогает очень здорово. То есть, вот Miracle, это по сути дела, это, вот который в углу там лежит, это кровать в миниатюре, но на какое-то короткое время. То есть, если я куда-то уезжаю, вот он, я очень люблю, штучка очень интересная, очень умная. Я, если куда-то уезжаю, его с собой беру всегда, он у меня в машине лежит, то есть он позволяет мне там неделю-две недели обходиться без крови. Работает очень замечательно, аппаратик очень умный, тоже очень мощный, но это дополнение, честно говоря. Если кто-то хочет вот этим все болезни вылечить, ну тоже сравнить, сравнить и мощность с оборудованием, да? То есть, надо быть реалистом, но машина очень хорошая, очень умная. Так, еще. Где вы женские-то узнаете по поводу этой нервы? Зайдете к консультантам, надо слушать внимательно, подходите к местным консультантам за эти вопросы. Подходит к дилеру. Или подходите к тете Наташи, покупайте ближ большой просимый, даете? Говорите, тете Наташа, нам нужна информация, тетя Наташа ест ближ, а потом она станет добрая, да? Ну ладно, девочки, я позвоню, да? Ну консенсус надо искать. Вы что, как с деревней вся? Где? В чем? При применении. При применении я объясню по поводу воды. Вот где моя вода, кстати. Спасибо, что напомнил. Господа, товарищи, поймите простую вещь. Вы все, и я в том числе, на 98% состоите из этой жидкости. Соответственно, если вы хотите, чтобы все какашки из вас вышли, их надо в чем-то растворить. Учитывая, что вот это стимулирует кровоток, и все какашки, которые были у вас где-то спрятаны, попадают вот в эту жидкость, она становится грязной. Ее надо из организма выводить. Из организма ее вывести можно только одним способом, заменив на чистую. Понятно, для чего вода многое внести. Не потому что жарко, а потому что вода это растворитель, в котором растворяется всякая гадость. В момент применения оборудования эта гадость начинает растворяться, ее надо быстренько вывести из организма. Поэтому пить, когда применяете турмальную оборону, пить надо очень много. Ясно? Это поработка к организму. Еще вопросы по существу. У нас 30 секунд с вами осталось. Ну все, всем понятно все. Главное не бойтесь, эффект очень полношен. Вячеслав Иванович, уважаемые, все сразу побежали. А вы побежали-то? Все было понятно? Все было доступно. Доступно, понятно. Слава Богу, лют тронулся. Мы тоже очень переживали, когда нугобеск у нас только начал работать. Мы очень переживали. Врачи тоже говорили нам, выпрещали нас, не любили нас, потому что мы были зеленые, молодые, неправильно говорили. Вот сейчас ясность несли, вы неправильно врачам говорили. Приходили, не-не-не, мне врач сказал. А что вы врачу сказали? Вопрос. Понимаете? Вот ведь в чем суть. А виноваты были мы, страдали очень сильно мы. Но слава Богу, мы выжили. И уже 10 лет в России мы работаем, да, еще будем работать. Я думаю, если вы будете с нами сотрудничать, потому что нам очень нужны люди, которые доносят до других людей, теперь уже правильную информацию. Мы сейчас послушали каких-то компетентного человека, да? И вы теперь будете грамотно людям, другим объяснять. Потому что вы говорите, а как я в зал могу пригласить человека? Теперь вы будете знать, как человека пригласить. Вы будете знать, на какой сайт зайти, показать этого врача, потому что в интернете есть его лекции и так далее. Понимаете, да? Вот. Будете объяснять, что такое турманевая керамика, почему это оборудование недорогое. То есть очень много сегодня вопросов было задено на самом деле, да? Вот. И сейчас я очень хотела бы, чтобы, когда вы выходите из зала, вы взяли по несколькому газетам, газеточек, которые сейчас пришли у нас. И людям раздали хотя бы в знак благодарности того, что сегодня, это человека я сегодня сюда все-таки пригласила, просила очень-очень сильно. Сейчас его в Уфу повезет, но он может на машине. Вот. Ему нужно уезжать. Вот. И хотя бы из... Ну вы благодарны вообще, наверное, на нам, да? Да. Потому что где врач придет и начнет вам все разжевывать? Вы придете в больницу, сядете за стол, будут писать, на вас даже глаз не поднимут порой, правда? А здесь вам все расписали, рассказали, вот, показали, засвидетельствовали и даже показали на сайте, чтобы вы уже совсем удостоверились, да? Ну вы сами, в принципе, знаете, сами в МГБ сходите и знаете, как оно, в общем-то, влияет. И поэтому я, в общем-то, желаю вам, желаю вам сейчас все это переосмыслить, чтобы у вас все так в голове уложилось, утряслось. И в понедельник в зал мы пришли уже с каким-то новым человеком к нам в зал, да? Потому что, вы знаете, мы живем только за счет того, что к нам приходят те вы, ваши друзья, ваши родственники. И когда вы получаете информацию в первую очередь, апробацию во вторую очередь, результаты в третью очередь, и в четвертую очередь вы забираете это к себе домой. Вот таким образом работает МГБС. Вы сегодня поняли, да, эту всю систему? МГБС.